Смерть – необязательное приложение к жизни. Это как эльф. Ты бы сам жил 8 миллиардов лет, но тебя подстрелили стрелой, поэтому ты умер. А, то есть хочется найти постарее, да? Законсервированный дедушка. Класс. Тогда поговорим про женскую грудь. Ну вот это красота. Вот это сразу видно. Товар лицом. Да, хватать можно там, что-то ковырять можно. Стриптизерши во время эвуляции статистически получают значительно более высокие чаевые. В фантазии человека с техническим образованием в анамнезе. Максимально доведена реакция на то, что это моя самка и это моя территория. Это культурный концепт или в природе есть любовь? Конечно, любовь существует. Мы можем ее поймать, можем ее потрогать. Привет, это проект «Основы». Меня зовут Борис Иденский. И сегодня у нас в гостях антрополог Елена Сударикова. Добрый день. Здравствуйте. Можно я начну прямо с чего-то максимально глупого? Да, нужно. Как так получилось, что у людей пять пальцев? И вообще у многих млекопитающих. История с питью... Почему именно пять? Вообще не почему. Правильный ответ – это случайность, которая когда-то закрепилась. На заре эволюции четвероногих животных, примерно 380-400 миллионов лет назад, мы много знаем об этом периоде благодаря тому, что он хорошо запечатлялся в Гренландии, которая тогда была мелководной зоной, куда как раз древние амфибии выходили на сушу. И летопись того, как амфибии выходили на сушу, она чуть ли не более детальная, подробная и насыщенная, чем как обезьяна стала человеком в последние 7 миллионов лет. То есть события от нас отнесены на почти 400 миллионов лет назад, и они тем не менее хорошо геологически законспектированы. И в это время были всякие хтеостеги, тиктаолики, разные животные, которые начали осваивать сушу. Очевидно полезным был рычаг, локоть и колено, чтобы просто отталкиваться от земли и хоть как-то перемещаться. А кисть, она не была очевидно полезной, и поэтому она ветвилась довольно случайным образом. То есть это такие плавники кистепёрых рыб, у кого-то было 7 пальцев, у кого-то 11, сколько угодно могло быть. И 5 – это никакое неоптимальное число. Биологи тоже думали, что есть какая-то закономерность, и 5 – это что-то такое особенно хорошее. На самом деле нет, просто так вышло, что у нас вообще эмбриологически большой палец имеет другую природу, чем остальные 4. То есть большой палец и лучевая кисть – это один эмбриональный зачаток, а эти 4 пальца и локтевая – это другой вообще-то. Но они срастаются вместе, и мы воспринимаем руку как одно целое. На самом деле это два зачатка, которые развиваются в итоге. И в принципе вот этот один и сколько-то ещё, вот сколько-то ещё могло быть сколько угодно. 4 – это какая-то случайность, которая закрепилась. И она так глубоко прошита, это настолько для позвоночных древняя история. Ну, 400 миллионов лет – это много, очень много. Это вся практически история позвоночных, кроме рыб. Вот вся крутая такая история наземная, она вся в это время влезает. И 4 просто закрепилась. И теперь получается так, что их легче потерять, то есть легче вырастить меньше пальцев или срастить пальцы, как у хамелеонов, когда их там 2, 2 и 1 в таком духе. Это более простые задачки. Или 4 пальца. У многих птиц на ногах 4 пальца. 3 вперёд, 1 назад. Это более лёгкая история, чем что-то добавить. То есть теперь 5 – это некий максимальный предел. Вот с тех пор, как мы вышли на сушу, и это уже закрепилось, то теперь только, в общем, в сторону потери можно это варьировать каким-то образом. Но можно ещё предположить, что, например, число 8, оно какое-то волшебное. Потому что у осьминога 8 лап, например. Хотя у снежинок, не знаю, у снежинки они всё восьмигранные или необязательные? Снежинки разные очень бывают. У многих 6 осей, на которых огромное количество лучей. Ну, нет. Окей. Мне кажется, нет. Хорошо. Гипотеза отметается. Окей, есть какие-то волшебные числа в биологии, в эволюции, которые как-то прорастают в наших организмах? В биологии есть волшебные числа, но они обычно не относятся к позвоночным животным. То есть для беспозвоночных, например, 6 и 8 – это будут волшебные числа, потому что, правда, удобно делать радиальное животное, типа медузы или кораллового полипа. Его удобно делать по такому какому-то количеству осей. Чётному, в общем, не слишком большому, охватному. Такие, в общем, цифры есть. Но для позвоночных животных, ну, вот одна голова, один позвоночник, 4 конечности. Более-менее всё. И более того, ну, плюс ещё позвоночные осваивающие разные среды, они ещё могут варьировать. Ну, то есть змея может потерять часть органов и там оставить себе только одну почку, один яичник и так далее. Птица тоже может потерять часть органов и быть асимметричной, зато более лёгкой, ну, что удобно для освоения воздушной среды. И, как бы, трудно найти какую-то общую закономерность. Позвоночные вообще, мы существа метамерные, как кольчатые черви. То есть мы состоим из повторяющихся немножко членников. Ну, у нас конечности приделаны по бокам, но в целом есть вот этот позвоночник, который задаёт общую сегментацию тела. Ну, мы обычно так глазами этого не видим, когда смотрим на вот червяка или на какое-нибудь там членистоногое животное, кольчатое, типа кивсяка. Там метамерия прям супер видна. На позвоночных она меньше видна, но она позволяет делать больше разнообразия в результате. И поэтому нет таких закономерностей эволюционных вот у нас, как у всех. Типа у всех насекомых 6 ног, у всех пауков 8. Тоже вот волшебные числа у беспозвоночных, как я и говорю. У нас нет таких волшебных чисел, потому что ребра у человека, ну, 12 с каждой стороны, плюс-минус, одно лишнее плавающее может быть, может одного плавающего не хватать, есть некие вариации. Копчик, ну, в общем-то, 5 копчиковых позвонков, ну, может и 4, а может и 7, люди разные немножко, в общем, всякие нюансы бывают. И наоборот, скорее, не то, что не ухватишь закономерности, а вообще, когда ты говоришь, там, ну, не знаю, у млекопитающих 4 ноги, стоит добавить обычно. Вообще всякие штуки случаются, но, в общем, обычно 4, конечно, базово. А что это за млекопитающие не с 4 ногами? Нет, я на самом деле таких не знаю, я просто сейчас думаю о том, что если кто-то потерял ногу и живёт дальше, 3, но считается за млекопитающие всё ещё. Ну, как, в общем, обычно, да, все млекопитающие с 4 ногами, но найти какие-то исключения, как бы, можно, пускай они не врождённые, хотя врождённые тоже можно, на самом деле, как детей, которые после теледомида рождались. Ну, потому что число 5, от него никуда не денешься, оно столько пронизывает нашу культуру, и наша десятичная система исчисления из неё идёт. Я, короче, когда про это думаю, я думаю, что могло бы быть совсем по-другому. Ну, то есть функционально же могло бы быть и 3 пальца, да, и примерно те же функции мы могли бы выполнять, ну, очень близкие, да, хватать можно, там, что-то ковырять можно. И тогда у нас была бы там троичная или шестеричная система исчисления, было бы совсем по-другому. Ну, ладно, это так уже какие-то фантазии человека с техническим образованием в анамнезе, видимо. Представьте ситуацию. Вам предстоит поехать на дачу или в деревню. График выходных у вас с друзей совпал. Лучше не придумаешь. Вы собираете вещи и, оказывается, забыли купить продукты. Ну, всякое бывает, а выезжать нужно уже сейчас. Что делать? Бежать до ближайшего магазина, носиться между полок, потом стоять в очереди? Так можно, но не нужно. Ведь есть приложение Самокат для быстрой и бесплатной доставки продуктов питания и товаров для дома. В Самокате есть широкий выбор товаров, причем не только знакомых вам брендов, но и от самого Самоката. Это линейка товаров высокого качества от еды до домашней химии. Каждую неделю в Самокате появляются тематические подборки, где можно найти продукты и товары для любого повода. Вот, например, подборка для дома и дачи. В ней есть набор товаров для отличного времяпрепровождения на природе. Напитки, шоколадки, мороженое. Все очень вкусное и натуральное. Сайты Красота приедут к вам буквально за 15 минут, потому что Самокат — ну, очень быстрый сервис доставки. Не верите? Попробуйте сами. А с промокодом «Основа» у вас будет приятный бонус. Скидка 5% на заказ от 850 рублей. Заказывайте качественные товары с быстрой доставкой в приложении Самокат. А мы продолжаем. Хорошо. Тогда, наверное, в сторону базы. Человек — существо социальное, правильно? Как и многие другие животные. Ну, я бы, кстати, не сказала, что прямо многие, потому что, как и все другие приматы, вот так я бы сказала. Социальность — это свойство нашего отряда. Оно, конечно, встречается у разных других животных, но так, как мы, такие социальные, как мы, только обезьяны. У других это обычно по-другому устроено с большим количеством жертв и более узкой специализации, скажем так, чем у нас. Вот про это как раз хочется поговорить. Чем наша социальность отличается от социальности других видов? Может быть, более правильное слово не социальность, а групповость? Потому что, ну, окей, муравьи же, они тоже живут в большинстве групп, у них есть какие-то распределения ролей, они не считаются социальными? Они считаются социальными, а ещё про них есть такие теоретики в теории революции, которые вообще концептуализируют муравьёв и пчёл как эо социальных животных. Эо — это значит настоящий, истинный. Вот такой оно и должно быть. И говорят, что у приматов социальность, ну, так себе, кое-как работает, не очень, вся такая кривая и непонятная. А вот у муравьёв она истинная и настоящая. И у голых землекопов она истинная и настоящая. А мы, значит, обезьяны, ну, так лежим на пути к нормальной социальности. Видимо, уже не дойдём, но, в общем, по крайней мере, пытались. А что имеется в виду? Ну, имеется в виду, что как раз у них жёсткое распределение ролей, и очень эффективные все альтруистические акты становятся, потому что ты всё время помогаешь своим родственникам. Если ты живёшь в муравейнике, то он начинён твоими, если не братьями и сёстрами, то типа племянниками, племянницами. В общем, они в разной степени родства с тобой состоят. И хотел сказать, ты точно знаешь. Но если ты муравей, ты такие вещи, конечно, точно не знаешь, но тебя окружают существа, которые частично тебе генетически идентичны. Ты как агент Смит в «Матрице». Вокруг тебя другие агенты Смита, они точно такие же. Очень много близких генетически тебе особо говорят. Да, и поэтому альтруизм оправдан. Потому что если ты для кого-то что-то делаешь, это прям как для себя. Ну вот вообще. Считается, когда в теории эволюции концептуализируют социальность такую, как у нас, что мы тоже склонны позволять помогать более близкородственным себе животным, нашей семье, каким-то племянникам, каким-то таким созданием поближе к нам, тем, кто из одних с нами мест происходит. Ну, в общем, в таком духе, что чем ближе к нам другие люди, тем больше мы там готовы как-то помогать. Чем они дальше и чужероднее, тем меньше мы заинтересованы какой-то помощью. У муравьёв, ну, в рамках одного муравейника такой проблемы нет, скажем так. У нас в рамках одного района в городе такие вопросы могут возникать. И обычно, ну, это всё называется социальностью, тем не менее. Вообще есть много понятий, которые люди создали для себя, чтобы описывать свою уникальность и своё совершенство. Но биологи их все разворовали, потому что в природе всё это встречается. У человека, кроме речи, нет ничего, что давало бы резкий разрыв с животными. Вот у нас-то есть, а до нас такая пропасть, а потом там какие-нибудь шимпанзе. Вот как-то так. Таких вещей их практически нет. То есть любые наши эмоциональные переживания, привязанность к близким, дружба, ненависть, страх, стыд, они имеют какие-то... Ну, стыд, кстати, в меньшей степени, чем всё остальное, что я перечислила, но тем не менее. Они обычно имеют какие-то небольшие эволюционные предпосылочки. И ты всё это можешь продуцировать назад. То есть когда обсуждают социальность, биологи никогда не скажут, что это человеческое свойство. Социальность с речью, да, это человеческое свойство. Вообще какие-то близкие отношения, которые строятся между животными, какая-то иерархия там вертикальная, это то, что свойственно для многих, ну, как бы млекопитающих, особенно для приматов, для приматов в большей степени. У нас вообще на это половина ставки. Половина ставки о приматах на жизнь на деревьях, половина ставки на жизнь вместе. Ну, и вот мы здесь. Ставки в каком смысле? Ставки, ну, в смысле эволюционная ставка, что позволило им выжить и довольно эффективно существовать, и быть широко дивергированной группой. Они же очень разнообразные приматы. В отличие от, например, кошек. Вот когда экскурсии водишь, дети всё время на кошек реагируют очень остро. Ой, котик такой милый, ягуар, оцелот, лев, все такие классные, амурский кот. Но они все одинаковые. Ну, вот у льва немножко социальность тоже отличается. Все остальные – это одиночные ночные животные, идеальные машины для убийства. Кошки разные, но в каком-то смысле они принципиально абсолютно идентичны. Обезьяны все очень разные. У них совершенно разные семьи, разный уровень агрессивности, разные стратегии добычи питания. И они очень многому учатся. Они не так хороши, как мы, потому что мы вообще… Ну, наше важное отличие – это то, что у нас есть культура. Мы обезьяны, у которых сложная материальная культура. Уже 2,5 миллиона лет. И культура нас, конечно, отличает от животных. Мы такие все одеты, ходим, в домах сидим, в общем, пользуемся сложными орудиями труда и так далее. То, чего у животных обычно нет. И они сами не могут это изобрести. Но зато обезьяна замечательно умеет пользоваться тем, что люди создают. То есть, если обезьяне даёшь смартфон, на котором работает только Инстаграм, она достаточно быстро отсортирует его так, чтобы у неё в рекомендованных были только обезьяны, другие из других заповедников и зоопарков. То, что это то, что её интересует. Но ещё человеческие младенцы могут остаться, потому что они тоже интересуют обезьян, на них приятно смотреть. Тогда если вернуться к вопросу, чем наша социализация отличается от социализации приматов? Я бы сказала, что нам сейчас не очень релевантное время, что ли. Сейчас наша социальность сильно отличается, потому что люди живут в городах, они сильно атомизированы, могут вообще долго ни с кем не общаться, иметь супер-русский круг знакомых, практически не имеют связи с родственниками и так далее. То, как люди сейчас живут в городах, пожалуй, этот вариант человеческой социализации, правда, отличается от того, что приматы вообще для себя задумывали и рассчитывали. Опять же, это антропоморфизация, понятно, они не задумывали и не рассчитывали, но так уж сложилось, что приматы, их социализация заключается в том, что вы много времени находитесь вместе, много дел делаете вместе с какой-то группой животных, часть из которых для вас родственна, по крайней мере. То есть это больше похоже на какую-нибудь крестьянскую большую семью, и деревню, в которой несколько этих семей, которые вместе там что-то делают принципиально, чем на то, как мы сейчас существуем. Но главное отличие, как я уже говорила сегодня, это речь. То, что мы воспринимаем мир не непосредственно, мы обрабатываем его упакованные слова и пользуемся им для того, чтобы передавать друг другу информацию. Это всё чудовищно громоздкая, тяжёлая и местами неэффективная модель коммуникации, на самом деле. Но она позволяет нам создавать абстракции, усложнять культуру дальше и так далее. То есть любое большое эволюционное достижение, оно чего-то стоит. Нельзя получить просто что-то очень хорошее. Иногда об эволюции говорят в таком акцепте, в средствах массовой информации, что эволюционировать, стать чем-то более совершенным, чем-то лучшим. Но редко говорят о том, что, во-первых, это не более совершенным, а просто более приспособленным к ситуации, к совершенству это отношение не имеет. Ты можешь стать более медленным, более толстым, более слабым. Это может быть эволюционный ход. Если среда, как у нас сейчас, к этому располагает, например, ты стал просто более приспособленным, с одной стороны. А с другой стороны, ты за это заплатил. Ты точно за это заплатил. Если какой-то ты признак эволюции приобрёл, это точно чего-то стоит. И не бывает никаких просто хороших вещей. За умение людей разговаривать мы расплачиваемся каждый день огромным количеством тревог, сложными достаточно отношениями, тем, что мы плохо друг друга часто понимаем. И, ну, как бы это всё тоже не очень дёшево, вот что я пытаюсь сказать. И это не какое-то просто достоинство, что у нас есть речь, это здорово. Это здорово, и это дорого достаточно стоит. И это главное, что нас отличает. Принципиально социализация у человека, если бы не речь, была бы подобна таковой обезьян. Ну, мы тоже бы имели каких-то родственников, каких-то друзей и каких-то врагов. И во всём, во всей этой массе как-то варились бы, пытаясь помогать первым двум категориям и избегать или вредить третьей категории. Ничего в этом смысле не изменилось. Вопрос от подписчика АК. Кстати, если вы хотите задавать вопросы нашим гостям, можете подписаться на нас в Бусти или Патреоне. Есть ссылки в описании. Терренс Маккена в своё время выдвинул гипотезу обдолбанной обезьяны. Stone Ape. Согласно ей, толчок в быстром эмуляционном развитии мозга у древних людей дали псилоцибиновые грибы. Ну, в общем, видимо, какие-то наркотические вещества. Насколько это живущая гипотеза? Эта гипотеза гораздо меньше занимает антропологов, чем любителей популярной науки, я так скажу. Во-первых, есть огромный пласт знаний, который от физического антрополога закрыт. Например, это то, что касается мягких тканей человека. Мы не знаем, например, какие были ранние эпидемии, был ли аналог коронавируса, не знаю, 10 тысяч лет назад, или 20, или 50, или что-нибудь такое. Ну, такой массовой эпидемии не было, конечно, что люди так тесно не общались. Ну, хоть какая-то маленькая эпидемия же могла бы быть. Мы не можем этого поймать, потому что на костях следов нет от таких болезней, а мягкие ткани не сохраняются на многие тысячи лет. Такие же вещи касаются употребления разных веществ. Есть пищевая стратегия у разных народов, у разных видов людей, она могла варьировать, в зависимости от места, где они живут. В лесу и на пастбище ты будешь питаться разными вещами. В лесу ты сделаешь ставку на плоды и растительную пищу. В поле, вероятно, ты начнёшь перекашиваться в сторону охоты, потому что просто нет столько растительной пищи, чтобы тебе калорийно питаться. То есть есть вероятность, что пойдёт какой-то крен. Ну, и ты будешь есть разные немножко растения вдобавок. Есть-то С3, С4, тип фотосинтеза. Это нас сейчас не очень волнует, а просто сказать, что мы по эмали зубов, по накопившимся в ней микроэлементам, можем сказать, это были лесные животные, ну, или люди, или пастбищные, они где жили вообще большая часть времени. Вот, и как бы есть, вот питание, оно, это постоянная практика. Животные всё время едят, ну, по возможности. Всё время, когда только это можно сделать. И о питании мы можем судить по остаткам, по зубам, да, по тем же, по накоплению каких-то элементов, по зубному камню. А то, что касается употребления веществ какого-то периодического, редкого, это мы не можем отследить, потому что это не оставляет своих следов ни на чём. Поэтому вся концепция Маккены, у него, кстати, есть русские, ну, как, наследники. Во-первых, эти люди, они не антропологи. Ну, то есть, они себя так называют, но к научному сообществу они отношения не имеют. В принципе, никто не мешает человека называть себя как угодно. Хоть антропологом, хоть святым отцом, хоть кем-то ещё. То есть, физически ты можешь себя называть как хочешь, хоть доктором наук. Но вопрос, как бы, признаёт ли сообщество, что ты действительно этим являешься, чем ты о себе говоришь. В случае с ними это не антропологи в полном смысле, это люди, которые хотят казаться, и это люди, которым очень важно оправдать разнообразные практики употребления психоделических, наркотических и так далее веществ. Как бы, имеют ли они на это право? Имеют. Конечно, мне интересно, почему подписчиков так сильно это беспокоит. В принципе, это не очень важно. Я не думаю, что... Я думаю, что, с одной стороны, разные сильными психотическими эффектами вещества с людьми уже очень долго, скорее всего. Ну, потому что, насколько мы знаем, как жили индейцы, как жили там меланезийцы, люди на Требряновых островах и так далее, ничто, как бы, они... Всё, что их не убивало, всё их интересовало, по крайней мере. С этим можно продолжать какое-то взаимодействие. Дальше вот это магическое религиозное мышление простое, но требует какой-то себе подпитки. И любые сильные эффекты, которые тебе могут дать мухоморы или другие грибы или ещё какие-то растения, всё это, конечно, шло в ход. Но, опять же, этнографы, судя по их данным, говорят, что это никогда не было постоянной частью жизни людей. Иногда у тебя шаман должен войти в транс, чтобы там на орле привезти заморского духа, который вас всех спасёт или погубит, ну, вообще что-нибудь такое. Есть такие ситуации. Но это не часть биологической эволюции человека. Это часть культурных его развлечений, ответвлений и всего такого. И странно делать на это такую большую ставку. И самое странное – доверять этой ставке, потому что ведь нельзя доказать, ну, нельзя доказать, обращаясь в прошлое, какую роль сыграли любые вещества из не совсем ядовитых грибов или растений в жизни, в эволюции человека. Потому что нужно было, чтобы у человека, если бы он был обдолбаный обезьян, чтобы он с утра до вечера только и закидывался, что... В общем, такими грибами при этом оставлял достаточно потомства, чтобы мы могли говорить, что это эволюционный эффект какой-то оказало. Ну, в общем, всё это очень сомнительно, вот что я пытаюсь сказать. Длинный своей тирадой, с кучей аргументов. Я смотрел одну из лекций Роберта Сапольски, знаменитого антрополога, и он там высказывает тезис о том, что в целом сообщества бывают примерно двух типов. Первый тип – это он называет турнирный, это где, значит, есть альфач накачанный, и все женские особи группируются вокруг него, и 90% потомства. И происходят как бы вот от элиты этих альфа-самцов. И есть другие парные или моноганные сообщества, в которых мужские особи не так сильно отличаются от женских, нету таких ярко выраженных накачанных пацанов, и мужчины склонны сильнее заботиться о своём потомстве. Во-первых, насколько правильная такая классификация, и к чему ближе человек? Классификация, в общем, неплохая, но нужно сказать, что Сапольски, он антрополог, но он в большой степени приматолог. Огромное количество исследований он делал на приматах, в частности, павианах, об этом у него есть отдельные книги. И объект исследования, он всегда на исследователя накладывает некоторый отпечаток. Я тоже антрополог, но научная работа у меня связана с мартышками и приматами. Они, кстати, совсем другие, чем павианы у Сапольски. Поэтому есть вещи, которые мы будем по-разному концептуализировать, просто из-за того, за кем в основном случилось наблюдать, и какие данные в основном случилось агрегировать. Тот объём знаний, которым человек обладает, он накладывает отпечаток на то, какие выводы человек будет делать из прилагаемых ему каких-то кейсов. И то, о чём Сапольски говорит, то он, конечно, сравнивает павианов, у которых несомненная турнирная модель, с одним здравяком, кучей девчонок в подчинении, кучей молодых самцов, которые ждут как бы свергнуть этого здравяка и занять его место, потому что это лучшее место на Земле. И как бы в его парадигме это так. И другие приматы, они лучше, они не всегда живут парно и моногамно. Вторая категория, вот вторая группа социальности, пример социальности, он должен быть немного более широким, потому что моногамных животных довольно мало. Ну, среди птиц ещё значительное достаточное количество, там, по-моему, 10 или 15% видов. У млекопитающих около 5% видов. И это почти всё приматы. То есть, вообще, у млекопитающих не супермодно быть моногамными. У приматов почаще встречается, чем у других, потому что как раз у нас дорогостоящие дети с большим мозгом, и вклад двух родителей позволяет им выживать гораздо лучше, чем одного. И те группы животных, те группы приматов, у которых получилось научить самцов выступать как отцы, они очень выиграли в эволюции. Ну, люди один из таких вот выигравших на видов, на отцовстве, как считается. На том, что у нас часто отцы знают, что потомство их, и готовы о нём заботиться. И поэтому дети лучше выживают, составляют больше детей. И вот у нас 8 миллиардов, вот мы здесь, наконец-то. Интересно. А обычно батя на работе пропадает? Как так получилось? Так не всегда было. Батя пропадает на работе, потому что мы занялись земледельем и скотоводством, потом построили города, фабрики, заводы и провели постностреальную революцию. Вот теперь нас батя продает на работе, мама пропадает на работе, а мы с тобой на эросете. Как-то так. Ну, это просто... Ну, это сейчас так. Долгое время... Но несколько миллионов лет так не было всё-таки. Вот. И как бы вторая группа, которую Сапольский писает, она должна быть не строгой, а многамной, что все по парочкам, и такие хорошие везде отцы, и, в общем, всё как-то это работает. Она должна быть сборной солянкой, потому что огромное количество приматов живут группами. У них ярко выраженной многами нет, но при этом у них ярко выраженных рифачей жёстких таких нет. Вот они... Это похоже на человеческое современное сообщество, потому что есть... Ну, как бы... Мужчины немножко крупнее женщин, более бородатые, и в целом внешне сколько-то отличаются обычно, можно различить одних от других. Но при этом половодиморфизм не огромный, не такой, как у горилл, когда самка 60 кг, самец 120 или 180. И ты прямо видишь, где самка, а где самец. У тебя прям никаких сомнений нет, какого пола перед тобой сейчас горилла стоит. Вот. С людьми всё-таки разница не такая революционная. Мужчины, если брать популяции такие географические, этнические разные варианты, сравнивать скандинавов внутри скандинавов, каких-нибудь корейцев внутри корейцев, то в среднем мужчины в 1,3 раза больше женщин. Ну, то есть немножко побольше, но... По массе? По массе, ну и по длинотам по своим, то есть потому что там руки подлиннее, корпус подлиннее и так далее. Мозг побольше, как известно. Любимый объект, что это для антропологов, но тем не менее. В среднем, конечно, побольше, потому что мужчины и весь обычно покрупнее. Хотя бывают разные отключения. И этот половодиморфизм, он как бы выдает, что у нас должны быть довольно эгалитарные, довольно равноправные отношения, что все более-менее сами для себя решают, куда дальше двигаться. Это не всегда приводит к моногамии. Хотя она... Ну вот эволюционно она выгодна. Особенно для животных с каст-стратегией размножения, как у нас, когда детей мало, и о них обо всех приходится заботиться. А не когда ты родил, как мышка, 20 мышат, всех выкинул из норы, кто выжил, молодец. Ну покормил молоком, отпустил, всё, там кто-нибудь точно выживет. В этой стратегии у тебя ни социальность не формируется, ни близкие отношения, ни отцовский вклад. Ты ничего сформировать не можешь. Хотя, кстати, у мышей бывают исключения, вроде луговых полёвок, которые внезапно хорошие отцы. То есть там самец один раз выбирает самку, и дальше всё потомство оставляет с ней, других самок реагируют агрессивно. Что особенно странно, потому что, ну, обычно самцы никогда на самок агрессивно не реагируют. Так или иначе, это что-то хорошее у тебя в жизни ещё появилось. Одна уже есть, и ещё одна рядом появилась. Здорово. Но эти почему-то нет, они прям такие преданные. На них много исследований из этого делают. Собственно, откуда берётся эволюция, отцовский вклад? Раз он даже у грызунов смог как-то раз вот так спонтанно сэволюционировать, какие гены, какие медиаторы отвечают за это? Ну, там немножко по запросину на них накопали данных. Но пока непонятно, как только мы сконструируем мышь, которая будет такой идеальный отец, вот тогда, может быть, говорить, что мы с этим разобрались у мышей. Ну, то есть, как я понял, можно сказать, что человек скорее моногамный, чем полиаморный по природе своей. Можно сказать, что есть тенденция в эту сторону, но у людей всё сложнее. И моногамия и полигамия вообще часто неправильно используются. Вот социальность – это термин, который биологи взяли себе и начали на всех его натягивать, животных по очереди, каких только могли. А моногамия и полигамия – это термины, которые биологи изобрели, чтобы описывать кластеры у животных, и они перешли в общественный язык, и люди называют этим, в общем, всё, что считают нужным. Моногамия – это когда известный отец и мать потомка. Не обязательно отец помогает. Важно, что он известен. У павианов, у многих, можно считать, что это моногамия, потому что один самец и много самок. Каждая самка точно знает, скорее всего, кто отец и её потомка. Отец рассчитывает, что он тоже знает, что все эти дети – его. Как бы эти отношения, они на генетическом уровне моногамны, потому что известно, кто отец и кто мать. Полигамны они были бы, если бы у самки было много партнёров, и неизвестно было бы, кто отец, как в случае шимпанзе, например. То есть это трудно отловить. И при этом эти стратегии, они только про известность родителей. Во-первых, известны ли они. Оба ли родители знают, в общем, чьи дети. С одной стороны, это первое свойство моногамии. И второе свойство моногамии – это про как раз ращение. Кто будет растить этого потомка. Если одна мать, то это неважно, моногамная или полигамная группа, потому что отцовского вклада всё равно нет. Совершенно неважно, ты знаешь, кто отец или нет, если ты, как шимпанзе, вынуждена растить дитёнушу сама. В случае с гориллами, например, тоже. Самки горилл знают, кто отец. Наш альфа. В общем, всё понятно. Но при этом он никак не участвует в этих детях. И единственное, что он делает, это вводит за собой всю группу. И при столкновении с другой группой горилл бьёт себя в грудь и запугивает другого самца. Это, в общем, вся его работа. То есть он не полезен. Он не способствует тому, чтобы все были сыты, или все были здоровы, или дети были весёлые, или кого-нибудь носить на руках. Вот этим всем самец не занимается. Поэтому некая условная моногамия в этом есть, но она на уровне самок и отцовского вклада не работает. И более того, самец ещё и всё портит, потому что вперёд передаётся только его гены. И другие самцы заблокированы к передаче генов, соответственно. И если у тебя альфа-самец какой-то битый, больной, рецессивный, мутантный, калеченный, то будет огромное количество потомков от него, а от молодых других здоровых нет, пока они не состарятся достаточно, чтобы у него отбить гарем. Или пока он не умрёт, и можно будет разобрать его самок между собой. То есть люди используют моногамию и полигамию как описание часто для полового влечения. Вот тебе хочется только одного человека, того самого своего, или тебе хочется много разных людей. Но в природе это обычно так не работает. Обычно куча моногамных животных, например, огромное количество моногамных видов птиц, которые выбирают самца, живут с ним несколько сезонов часто, выбирают, он строит гнездо, он поёт песни, мы эти песни слушаем, самки птиц тоже слушают, выбирают самца, приходят к нему в гнездо. Дальше задача отложить яйца, вместе их высидеть, вместе прокормить детей, вместе выкинуть их из гнезда и продолжить повторять этот цикл до тех пор, пока это будет возможно. Выглядит всё идиллически абсолютно. Но когда орнитологи стали анализировать, сколько детей в этих гнёздах принадлежат этим самцам, то есть самки точно никого не обманывают. Указалось, что самки здорово обманывают. И на самом деле где-то есть местный альфач, к которому бегают все самки, для того, чтобы отложить потом яйца в гнезде со своим замечательным партнёром, с которым у нас счастливое моногамное отношение. Поэтому палка о двух концах. Выглядят воробушки, славки, синички, выглядят как моноганные существа. Они вдвоём растят детей много раз, всё здорово. Но только самки всё равно стараются передать вперёд те гены, которые считают образцовыми. Такого местного кузнеца или местного рок-звезды. В общем, я не знаю, как именно птицы концептуализируют достоинства местных самцов. От соседа чиновника. От менеджера Газпрома. Я пытаюсь сказать, что половое увлечение – это другая штука. Она не про моногамию или полигамию. То есть птички выглядят моногамными, но ведут себя так, как у нас в обществе сказали бы полиаморно или полигамно ведут. Потому что если есть доступ к кому-то ещё, то ну и здорово, ну и хорошо. И эти стратегии люди скорее моногамны, потому что у нас в огромном количестве культур принято, что есть семья из двух людей, принято, что известно, кто отец ребёнка, хотя бы номинально известно. Опять же, генетические тесты разные вещи могут показать, но формально все думают, что это отец, это его дети. Все нормально. Но при этом это никак не регулирует влечение как животных друг к другу, так и людей друг к другу. Это просто концептуализация брака. Откуда ты берёшь потомство? Откуда все думают, что ты взял потомство? И растишь ли ты его с кем-то в компании? Всё. Это вся концептуализация. Это немножко сложнее, чем мы привыкли это употреблять. Интересно. То есть по сути должно существовать два раздельных термина, да, получается? Одно про сексуализацию, другое про потомство. Ну, по-хорошему, да. Потому что моногамия – это стратегия выращивания потомства, по большому счёту. А при этом сколько у тебя партнёров, выращиваешь ты потомство, известно с кем, а сколько у тебя партнёров – это другой вопрос принципиально. И он не всегда… Как сказать, эти множества иногда будут пересекаться, иногда нет. Будут полигамные животные, будут шимпанзе, которые полигамы в всех смыслах. У них разнообразное половое влечение к разным представителям другого пола, иногда и своего вида. Они оставляют какое-то количество потомков. И с этим полигамия в полном смысле. Никаких семей ты там не видишь. И ничего похожего на моногамию там никак не проскакивает. А вот моногамия, она очень редко будет честной, когда действительно, как гиббоны или как среди обезьян, или как лебеди или гуси среди птиц, ты один раз умер у партнёра, и ты с ним до упора. Если он там умирает, то ты страшно страдаешь. Многие не могут завести потом следующего. Вот у них такая истинная моногамия, как в сказках наших, когда жили долго и счастливо, умерли, ну, не в один день, но, в общем, когда один умер, второй как будто уже тоже умер. Такие истории бывают. Но это суперредкость. Вот такая чистая моногамия, которая прям, ну, вообще. Гусь любит только другую гусыню, и всё, и больше никогда никого. Вау. Ну, это очень свободный подход. Интересно. Кто бы мог подумать, что природа такая и свободная. Окей, а про любовь тогда. Это культурный концепт или в природе есть любовь? Я думаю, что разные биологи по-разному на этот вопрос ответили. Я склонна по сумме прочитанных книг и жизненному опыту считать, что любовь существует и, конечно, является ничем иным, как набором биохимических реакций в мозгу, потому что, в принципе, если что-то, если чувство какое-то существует, оно существует только в этой форме. Но я бы тоже, вот я, как я уже говорила, что нет резкой пропасти, нет такого, что любовь – это свойство человека. Люди умеют любить друг друга или что-то ещё, любить творчество Кандинского, не знаю, любить Эклера, ещё что-нибудь. Вот люди умеют любить, а животные, дескать, вот такие примитивные. Любовь – это довольно древняя штука, которая… Ну, мне нравится концептуализация Хэрин Фишер на этот счёт. Я не уверена, что она истинная. Есть вопросы, в которых учёные не пришли к жёсткому консенсусу. И поэтому можно сказать, что есть несколько школ описания. Мне нравится школа, в которой считается, что изначально любовь, она берёт начало в отношении родителей к детям. Как раз вот эта ситуация, как у приматов, когда у тебя детей мало, и ты должен в них вкладываться, чтобы они выросли. То есть ребёнок – это очень дорогостоящий проект. Ты не можешь вести себя как рыба и набросать миллионы кринок и уплыть. Считаю, что всё, в этом сезоне я молодец и размножилась. К сожалению, так не получается. Хотя я как раз думаю о том, что здорово было бы на вопрос, о внуках сказать, да, я там в ванной икры на металла, можешь привезти, кого считаешь нужным, пожалуйста. Внуки почти готовы, как бы немножко допилить осталось. Но, к сожалению, у нас это не так. И что любовь, она изначально берёт начало в этом родительском отношении, что у самок чаще всего, ну и у женщин человеческих, в том числе, когда речь идёт о какой-то любви к романтическому характеру, обычно задействуются те же примерно контуры, что и при любви к ребёнку. То есть они немножко, они дополнены тоже там сексуальными разными нюансами, всё такое. Но принципиально мозг использует те же контуры, как ты бы любил ребёнка, придавал ему суперогромное значение, он бы казался тебе суперуникальным, суперособенным, супертребующим защиты, внимания, заботы и всяких таких вещей. Коктейль гормонов похожий, правильно я понимаю? Ну, я бы сказала, что гормонов не похожий, а медиаторов похожий. Что ребёнок, это всё-таки вещь очень, на гормональном уровне ребёнок для женщины вещь очень умиротворяющая и приятная. А мужчина вещь, в том числе и пугающая, и, как сказать, в общем, и большой, и страшный, и манкий. Всё сразу, хочется колиться. Не так, очевидно, как ребёнок, который просто очень хороший, просто тебе нравится сильно. Мне так кажется. На гормональном уровне. А вот на уровне медиаторов молекулы, которые работают между нейронами мозга, побыстрее, чем гормоны, и более краткосрочная реакция, но при этом мы их хорошо видим на своём поведении, как они работают. Скажем так, когда работают гормоны, мы чувствуем телом, что что-то меняется, адреналин, кортизол выбрасываются, мы там чувствуем мурашки, напряжение мышц, ещё какие-то спазмы, ещё что-то. Медиаторы мы так не чувствуем, но при этом они активно включаются всякий раз, как вы какие-то испытываете эмоции, перерабатываете какие-то данные новые поступающие и так далее. Вот надеюсь, что у всех активно работают медиаторы, когда они смотрят этот ролик. И на медиаторном уровне женская любовь, это главный её носитель, это окситоцин, который, собственно, изначально эта молекула выступает и как гормон в кровотоке, и как медиатор между нейронами. И она вообще изначально нужна, чтобы мать любила ребёнка, чтобы она его не ела, не убивала, когда он орёт об стену, чтобы она его берегла и хранила. То есть, это некий как бы контур безопасности, доверия тому, что это вот важное существо, надо его беречь. Этот же контур можно использовать. Это поощрительная штучка, которая выделяется, когда ты обнимаешь малыша. Обнимаешь, смотришь на неё, думаешь, ну вообще при разных реакциях, а ты знаешь, что он у тебя есть. Но обнимаешь самый лучший пример, да, обнимаешь самый лучший пример, потому что считается, что окситоцин, ну как считается, есть исследование, при объятиях выделяется более интенсивно, и для людей поэтому объятия важны, они нам позволяют чувствовать какое-то доверие и безопасность мира вообще, когда мы в принципе обнимаемся с кем-то более-менее приятным, желательно. И это как бы ключевой контур, но для у самцов, у которых, как я уже говорила, не эволюционировало отцовское поведение, ну пошагово, что типа с момента, как самки стали вынашивать детёныши в матках последние 120-130 миллионов лет, вот у самцов тоже формировалось какое-то отношение к этим странным существам, которые вылезают из животов у самок. Во-первых, ты никогда не знаешь, чей это ребёнок в конце концов, ну как бы родился и родился. И мало кто смог вести себя так, чтобы отцовский вклад вообще был возможен. Поэтому Хелен Фишер считает, я склонна с ней соглашаться по сумме пока что данных, что у самцов важная молекула, которая отвечает за любовь, это вазопросин. И это он тоже выступает и как гормон, и как медиатор. И как медиатор он нужен для формирования территориальных реакций. То есть у территориальных животных, у территориальных самцов есть вот это ощущение, это моя земля, я за неё буду сражаться, она очень важна и дорога мне. И если самка и детёныш попадают тоже, это тоже моё, это тоже часть моей территории, вот эта самка, эти детёныши, это всё моё, то как бы его реакция, она как бы повышенная ценность он им придаёт. Вот, они кажутся ему чем-то важным своим. В этом нет столько любви, заботы и доверия, наверное, как вот в этой материнской модели окситоциновой. В этом как бы пожёстче такие чувства, но тем не менее они вполне работают. И те самые луговые полёвки, которые моногаммы, у них как раз самцы сильно отличаются от других по числу рецепторов квазопрусину. То есть они именно поэтому так моногаммы себя ведут, потому что у них на максимум доведена внутри вот эта чисто генетическая, это мутация, это случайность, она оказалась полезной. Максимально доведена реакция на то, что вот это моя самка и это моя территория, а всё остальное это враждебные вещи, я сюда никого не подпущу, вот моя жизнь, вот моя земля. Вау, вау. Поэтому, конечно, любовь существует, мы можем её поймать, можем её потрогать. То есть если упрощать, у женщин любовь в своей основе родительская, а у мужчин охранительская. Да, наверное, да, так можно сказать. Ну, важно, что, во-первых, она работает, и, во-вторых, человеческая культура, как вы правильно сказали в своём вопросе, она на любовь навертела огромное количество разных коннотаций, маркетинговых историй, и нам через любовь кучу всего продают. То есть это сильное чувство, сильное ощущение от жизни, с которым ты можешь познакомиться, и вот тебе под этим соусом очень много чего могут продавливать. То есть любовь не состоит только из того, что я сейчас описала. На неё ещё наверчена куча культурных разных штуковин, которые, ну, по-разному на людей влияют. Что-то хорошо, что-то плохо. В общем, неоднозначно. Хорошо, а хочется тогда продолжить эту мысль и уточнить, а как же тогда, если с позиции женщины, как вы описали, смотреть, как перенести вот это чувство, которое ты испытываешь к маленькому комочку, о котором надо заботиться, который самое ценное в твоей жизни, на вот это огромное страшное, которое считает тебя своей собственностью на своей территории. Как это вообще вяжется вместе? Ну, на самом деле, в жизни животного, обычного млекопитающего, да, давайте на млекопитающих становимся, потому что животное – это более, всё-таки всегда сложная тема, чем только узкая категория. Есть несколько вещей, к которым все идут стремиться. Ну, первое, конечно, не помереть, это каждодневная главная задача, постараться не помереть. Вот. Дальше есть разные приятные вещи. Приятные вещи – это, во-первых, еда и сон, очевидно, а дальше довольно приятные вещи связаны с размножением, а у приматов довольно приятные вещи связаны с коммуникацией. То есть, например, в огромном количестве групп приматов есть груминг. Это какое-то поведение вычесывательное, там, выкусывательное и так далее. Когда к тебе другое прикладывают какие-то косметологические, грубо говоря, усилия, это очень укрепляет между вами отношения. Это такой тактильный контакт, он довольно нежный в среднем для обезьян. И это всё удовольствие, к которому следует стремиться. Что касается полового размножения, то у разных групп животных, ну, мы знаем, что кому-то, скажем так, не у всех млекопитающих самки получают удовольствие в процессе полового размножения. У некоторых это инстинктивно обусловлено, там, как у кошек, когда в какой-то момент у тебя гормональный бум из-за накопившегося, из-за длинного светового дня, который оказал накопительный эффект, там, за месяц, и вот у тебя развивается гормональная реакция. И, в принципе, в процессе тебе будет больно и страшно, вообще-то. Но не стремиться к сексу ты тоже не можешь. У людей не такая история, и у приматов не такая история. Всё половое размножение, оно используется, в том числе, как часть коммуникации. То есть, так как есть какие-то нежные тактильные контакты, есть вообще-то эта сфера, что у тебя есть другие обезьяны, с которыми ты имеешь близкие отношения, а вы друг друга трогаете иногда. Это вас примеряет, это вас успокаивает, утешает, это разные хорошие эффекты даёт по вообще средней тревожности в попытках не умереть каждый день. И, соответственно, для приматов, в принципе, секс, он окрашен не только как вот задача, надо оставить потомство. Это самая важная часть для большинства обезьян, кроме людей. Но есть и другая нагрузка. И вот эту другую нагрузку дополнительную, то, что вокруг секса есть всякие приятные нюансы и приятные коммуникации, которые заставляют себя чувствовать в безопасности, принятым, в свою группу. У тебя есть какие-то приятели, которые за тебя заступятся. Вот эти все ощущения. Они хорошо монетизируются. И на их базе можно строить любовь, потому что, с одной стороны, у тебя есть контур для того, чтобы вообще какому-то животному самого вида придавать большое значение. В принципе, у тебя есть такой контур. Обычно эти создания – это твои дети. Вот на них он должен работать вообще в норме базово, чтобы ты их защищал, чтобы они тоже выживали нормально. А с другой стороны, у тебя есть половые партнёры, которые вызывают много приятных эмоций. И два этих контура, между собой скрестить, мозг не такой большой у приматов, если нас не считать. Это не очень трудная задача эволюционно. Прикрутить одно к другому, скажем так, чувство, что у тебя кто-то особенный, к тому, что кто-то делает тебе что-то очень приятное. Эти две вещи, они, в общем, нормально скрещиваются. Тогда поговорим про женскую грудь. Это вы подняли эту тему, я вас видел в выступлении, я бы сам не догадался. И вы там говорите парадоксальную вещь о том, что с эволюционной точки зрения женская грудь – это не сексуальный объект. Можете пояснить, пожалуйста? Да, могу. Вообще у большинства приматов у самок нет крупных выраженных молочных желёз. Как и у самцов, грудь плоская, только есть два соска. Ну, это, в общем, традиционно для млекопитающих. Два традиционно для приматов, у млекопитающих бывает и больше сосков, но тем не менее. У самок приматов грудь набухает в моменты, когда они кормят детёнышей. То есть, когда самка беременна, молочные железы увеличиваются, когда она рожает, какое-то время происходит лактация, и железы увеличены. Это видно. Для нормального примата выраженные молочные железы у самки – это знак, что сейчас нет смысла с ней лишний раз общаться и взаимодействовать, потому что в период лактации сильно понижена возможность овулировать, созревать яйцеклетки, овулировать и зачинать новых потомков. То есть, любой нормальный, например, капуцин – это южноамериканская обезьянка, мы их все знаем по фильмам, потому что у них супервысокий коэффициент энцивилизации, отношение мозга к телу. Они очень умные, хотя они маленькие. И вот в «Пиратах Карибского моря» снимался капуцин, в ночи в музее снимался капуцин. Если в фильме нужна умненькая обезьянка, которая будет делать сложные вещи, это будет капуцин, скорее всего. Они классно вообще изучают мир, реагируют на эксперименты, делают каменные орудия труда сейчас в заповедниках. Ну, в общем, это крутые обезьяны, хотя и очень маленькие. И у капуцинов, особенно заметно, у маленьких обезьянок эти молочные железы смотрятся, ну, как помыл Андерсон в лучшие годы. То есть, эта обезьянка очень маленькая, из-за этого выраженность их желез, она очень большая. Если поискать картинки в интернете, потрясающее зрелище. Для любого нормального капуцина самка с грудью – это знак, что сейчас с ней не нужно общаться. Всё. То есть, она сейчас… Не ври. Она не сексуальна сейчас, потому что она сейчас точно не принесёт потомство. В этом смысла большого нет. Ну, что-то такое. Погрумиться можно, конечно, но более близкие контакты неинтересны. Нужно искать кого-то плоского. То, что у людей грудь есть постоянно, в отличие от других человекообразных обезьян, в отличие от шимпанзе и горилл, которые тоже у них есть некое набухание желёз только в момент беременности и кормления детёныша. Всё. Дальше грудь должна вернуться как бы на место, и самка будет показывать привлекательные части тела самцу. И это не грудь, а это, например, огромные красные седалищные мозоли. Ну, вот это красота. Вот это сразу видно. Товар лицом просто. Она повернулась, всё. Никаких вопросов к этому не возникает. Сразу понятно, что она хочет, что она предлагает. И так как у неё нет груди, что она, в общем, может иметь последствия. Вот. Можешь сделать что-то приятное и потом для тебя. То, что у людей есть грудь, для антропологов, это долго было интересной загадкой. Ну, как бы, не очень понятно, зачем это нужно. У приматов обычно нет такого кейса, как у нас у приматов. Там у троядных животных можно найти корову, которая в имя носит постоянно. Неважно, у неё есть телят или нет. У неё может быть молоко или не быть в имени. Но она его носит всё время. Кстати, тоже я не знаю, почему это так сформировалось. В их случае, вероятно, есть какая-то специфика в производстве молока для травоядного животного. Просто, мне кажется, более сложная задача требует больше оборудования. Что касается женщин, для антропологов отгадкой стало то, что у нас вообще скрытая овуляция, что большая часть приматов овуляцию не прячет. Самки в этот момент по-другому пахнут сильно, они по-другому себя ведут, они постоянно встают в позу подставки. Всячески показывают, что я готова к зачатию, и мне интересно, во-первых, коммуницировать с самцами, а во-вторых, если у нас турнирный вид, то давайте вы будете сражаться, чтобы я выбрала, с кем мне коммуницировать, а с кем нет. И обычно овуляция у самок супер видна. У людей она проходит практически незаметно. Практика, кстати, показывает, что вообще-то люди замечают, овулируют женщины или нет. Потому что, например, стриптизерши во время овуляции статистически получают значительно более высокие чаевые, чем они во время овуляции. То есть девушка танцует всегда одинаково, но есть дни, когда у неё чаевые значительно больше. Есть такое сильное. Да-да, не одно. Вообще-то это здорово, получить грант и исследовать скриптиз-клубы. Ну, мне так кажется, что это неплохой способ их приложения. То есть на каком-то уровне мы это замечаем. И есть более плоские исследования там разные на студентах, которые говорят о том, что в период овуляции женщины приятнее пахнут, и женщинам-мужчинам больше нравится женский запах, там какие-то футболки потные, вот это всё, момент овуляции. И эти женщины кажутся красивее. То есть одну и ту женщину в разных исследованиях оценивают, если её показывают живую, а не фотографию, в разных исследованиях в дне овуляции она будет казаться более красивой, чем не в дне овуляции. То есть ей дадут большие баллы. Стихически тоже. То есть на каком-то уровне мы всё равно замечаем, что овуляция сейчас происходит. Но обычно это не придётся большое значение. Ну, потому что у нас всех скачет настроение. Сегодня она не кажется красивой, завтра не кажется. В общем, дни разные, силы разные, невозможно отслеживать вот эти овуляторные циклы. Ну, как бы и незачем. В среднем. Но, как бы, в принципе, у женщин овуляция скрыта, потому что если не считать этого изменения запаха, то ничего практически не происходит. Да, никакие мозоли нигде не надуваются, поведение не становится значительно более вызывающим каким-то сексапельным, ничего радикального такого нет. И овуляция вся скрытая. По сути, самец никогда не знает, овулирует сейчас самка или нет. Есть ли смысл сейчас в неё вкладываться, там, сражаться на турниры с другими самцами, приносить какие-то подарки, ещё что делать, грумить её. Есть ли смысл всё это делать? Она сейчас овулирует или нет? Считается, что люди смогли спровоцировать отцовский вклад за счёт того, что они в том числе смогли спрятать овуляцию. За счёт того, что она незаметна. И вот эта большая грудь, всё время большая после полосозревания, ну, как большая, увеличенная. Она не обязательно большая, но не плоская, очевидно. Это одно из средств маскировки овуляции. То есть, это маскировка. Ты никогда не знаешь, есть у меня дети или нет, потому что грудь у меня есть всё время. И кормлю я сейчас кого-то или нет, беременная сейчас или нет, Могу ли я сейчас зачить ребёнка или нет? Это никогда неизвестно, потому что грудь, она постоянно на месте Вот она, вот И это маскировочная на самом деле штука Но так вышло, что после формирования земледелия После того, как женщины потеряли нормальные социальные права Потеряли немножко в социальном весе Ну немножко, может быть и сильно В общем, за вот эти вот последние несколько тысяч лет Ну 6-8, смотря какой регион мы будем рассматривать Женщины так привыкли как-то запаковывать, закрывать и запечатывать Что обнажаемая грудь, как и многие другие части тела Она кажется чрезвычайно сексуальной Ну смотря где что нельзя показывать Там в какой-нибудь исламской стране, где женщины носят хиджабы и бурки Там даже показать щиколотку, это супер вызывающее, супер эротическое действие Потому что обычно не показывают В тех странах, где женщин рано начали запаковывать под шею, под горло Ну декольте работает как что-то вызывающее, эротическое, привыкающее внимание Типа, уго, что она показывает, ничего себе Но при этом во многих, например, во многих обществах охотников-собирателей На Трабляновых островах, в Меланезии, в Пампе, Южной Америке Там женщины ходят на обедренных повязках И грудь, она вообще не считается чем-то сексуальной Это просто часть человеческого тела Это, ну, как руки Конечно, если тебе нравится женщина, может быть, тебе руки тоже кажутся красивыми Может и грудь, может и ноги, может и что-то ещё Окей Но в этом нет ничего специфически сексуального Что прям мужчина посмотрел на грудь и такой Вот это да Этот стимул-то нужно было мужчинам тренировать, чтобы у них был условный рефлекс Чтобы они, глядя на грудь, думали, это сексуально И этим занималась человеческая культура в Европе Последние, ну, лет 700 точно, может быть, больше Я не исследовал вопрос, честно говоря, не знаю, с какого момента Стали продавать товары посредством приоткрывания женской груди Но обезьяны бы нас очень осудили Если бы они поняли, что мы делаем Очень осудили, потому что, ну, сперва мы купились на то, что грудь постоянно есть А теперь вы ещё считаете её красивой То есть два раза проиграли на одной и той же груди Вау, вау Была новость недавно как раз, что в Берлине, по-моему, разрешили в общественных бассейнах девушкам плавать стоплес В обычных общественных бассейнах Все немедленно едем в Берлин Что могу сказать При том, что в саунах все полностью раздеты в Германии Окей, это очень интересно Хорошо, а тогда дальше пойдём в тему А в какой момент у человека появляется одежда? И в какой момент человек почувствовал стыд? Или это несвязанные вещи? Мы точно не знаем, насколько это связанные вещи Есть средняя версия о том, что стыд, он всё-таки коррелирует с речью С усложнением культуры в смысле интеллектуальной С тем, что есть какие-то космогонические мифы Есть какие-то предписания, как людям жить Появляются, из-за речи появляется набор правил разных для жизни И набор запретов и табу Когда появляются запреты и табу То появляются вещи, которые ты можешь нарушить Об этом никто не узнает Но ты об этом знаешь и вертишь это в своей голове И у тебя может быть как косвенная реакция Стыд и какое-то самоосуждение Вообще У животных нет стыда, получается У животных появляется стыд при коммуникации с людьми Например, если у вас есть собака Вы можете её научить стыдиться Она будет что-то испортила Вы приходите, она сидит с таким лицом Что вы сразу понимаете, что она что-то испортила Хотя ещё не видели что Можно научить животных стыдиться Если оно в коммуникации с человеком Но вообще-то это наша фишка Животные вообще не пользуются такими вещами Они нахальные, скорее правильно сказать Потому что, например, если брать шутки у обезьян Вот чувство юмора у приматов Оно у них есть, в отличие от стыда То, например, очень здорово, если ты сумел обмануть альфу Если ты нашёл какую-то еду Альфа это заметил Идёт к тебе, ты её спрятал, и он не нашёл Вот все остальные смеются Потому что, ну, здорово Ты как бы обманул босса Обманул начальника Очевидно, для всех как-то обманул Это здорово Ещё очень любят, когда кто-то падает, подскальзывается Такой ранний юмор Чарли Чаплина Это очень ещё обезьянная история Потому что... Слабость Да, это простые вещи, но они смешные Это какой-то лёгкий диссонанс Который заставляет тебя радоваться Что это не с тобой сейчас случилось Вот эта вещь какая-то Что касается стыда То, в принципе, это не принято То есть, либо тебя поймают за какое-то нарушение правил И накажут Либо тебя не поймают Тогда ты молодец Многие мифы охотников-собиратели Они так же устроены Они, ну, вот, бесстыдные Ну, в том смысле, что Когда христианские миссионеры Разъезжали по миру После эпохи Великих Географических Открытий Там в XVI, XVII, XVIII веке Ну и позже, собственно, и в XX веке так работало То их как раз поражало Что все эти народы местные Все эти аборигены, автохтоны Они такие бесстыдны Что у них считается доблестью Ну, у них куча богов-трикстеров Которые кого-то все время обманывают И это считается круто Все хотят быть, как этот бог Все хотят быть, как кролик или койот Никто не хочет быть, как мудрая черепаха Все хотят обманывать Делать свою пользу И чтобы тебя на этом никогда не ловили А если поймали, то еще раз обманывать Чтобы тогда уже точно не ловили То есть, что у них нет какой-то морали Я сделал что-то плохое И теперь я сижу три года в темной коморке в Петербурге И думаю, тварь ли я дрожащая Или право имею Теперь время поразмышлять Насколько, в общем Каковы мои ощущения от событий Ну, базово это не принято Это все-таки надстройки Далеко зашедшей Вот этой всей моральной, ментальной культуры Вот она просто далеко зашла И вот теперь можно Можно вообще самому себя устыдить Может, тебя даже никто ни в чем обвинять не будет А ты просто загонишься Что-то я сделал нехорошее Будешь страдать месяцами Пока к терапевту не дойдешь Ну, то есть, это все автоматические Автоматические действия Это плоды того, что мы имеем разговаривать И это как раз плохие плоды Вот то, о чем я говорила Что речь это не только что-то хорошее Это еще довольно невыгодная штука Стыд и одежда Я не уверена, что сильно коррелируют Вот стыд Это вещь, которую люди изобрели Чтобы правила соблюдались Чтобы человек имел средства Сам себя наказать Если никто его еще не наказывает ни за что Вот примерно так Но это как раз очень социальная штука То есть, это выглядит как вещь Которая придумана для того Чтобы сообщество в целом выигрывало От того, что правила соблюдаются Видимо, такая вот А вот не всегда так Дело в том, что Когда люди стали изобретать правила Которые должны быть записаны словами Это правило абстрактное Ты не можешь руками показать Типа стакан на стол не ставь Это я могу показать Мне не нужно ни с кем разговаривать Чтобы обозначить это действие А если я какие-то сложные правила предлагаю Словесные То они не всегда Ну, они не всегда обоснованы биологически Не всегда необходимы Это все выдуманные правила И если мы все по ним играем То мы, конечно, двигаемся в какую-то сторону Но вот насколько это целесообразно Непонятно Вообще огромное количество Гуманитарной мысли Прошлых столетий разных Это вещи нецелесообразные То есть то, куда они ведут Ну, как бы это совершенно непонятные Какие-то блага Неочевидные Вот И от тебя требуют соблюдать Очень много правил Ради какого-то очень неочевидного блага Где-то в конце Которого никто даже не видел Вот в таком духе Я не уверена, насколько это Выгодные эволюционные вещи Насколько можно сказать Что соблюдение их правил Позволяло людям там выживать И там расселяться Ну, не тырю соседы, грубо говоря Понятно, что если Сообщество в целом Мало воруют у соседей То, скорее всего, оно будет более успешным Чем соседнее сообщество В котором все друг друга воруют Наверное, я Или это не доказано? Не доказано Не доказано А еще воровство появилось Тоже не так давно Вот мы все Мы сейчас последние Несколько тем, которые обсуждаем Включая вот сейчас Стыд и одежду Это вещи, которые балансируют Между охотниками-собирателями И земледельцами Со всей последующей историей Вот между двумя этими состояниями Большую часть эволюции Люди все-таки были охотниками-собирателями Это базовое состояние Да, мы смогли из него выйти Мы смогли сделать совершенно другой Мир для себя С которым теперь не знаем Как управиться Но, тем не менее, мы смогли Вот мы его, значит, створили Вот С одной стороны Как бы для охотников-собирателей Воровство Это довольно странное явление Потому что они вообще К вещам относятся Ну, у них не совсем Такое представление о собственности То есть у них много обмена Много подарков У них есть соревнования в подарках Например, у индейцев Североамериканских Есть такая штука Потлач Потлач Это соревнования Это сражения на подарках Короче, кто кому круче подарит Одно племя другому отдает что-то Другое первому еще что-то Первый еще что-то Короче, они отдали Отдают практически все, что у них есть И кто круче подарил Тот победил То есть это не такое отношение К собственности, как у нас Когда ты наоборот Ну, такой там Стараешься все, что тебе нужно Для жизни сохранить Ну, это люди Кочевые У них вообще вещей мало То есть И красивых вещей мало Это все такие Нам себе трудно это представить Потому что у нас в квартире Больше вещей Чем у всех Североамериканских индейцев Вместе взятых В одной человеческой сейчас квартире Штучно Ну, то есть Это разные масштабы, конечно Жизни Но тем не менее Поэтому я не уверена Что для охотников-собирателей Эта идея про не укради Например Она была бы какой-то эффективной Идея не укради Становится эффективной Когда у тебя есть Постоянный участок земли Ты всегда живешь На одном месте Ну да У тебя дом, амбар Какая-то собственность Снаряга для коровы И так далее А еще ты говоришь Что здесь жили мои отцы Деды и прадеды И на этом стоишь Вот тогда у тебя начинаются Проблемы с воровством А в принципе А если ты ходишь С места на место И ешь разную еду И с удивлением Смотришь Как прекрасен этот мир То у тебя нет вещей И проблем с воровством Особо тоже нет Ну, если тебя что-то заберут Наверное, тебе что-то отдадут взамен В общем, все будет Как-то договоримся Не так болезненно Вот Я не уверена, что одежда В общем, связана Со всей вот этой историей Про правила И про стыд Который вызывается Несоблюдением этих правил Каким-либо образом Потому что одежда Более древняя И Ну вот обувь и одежда Точно пригождались Неандертальцам В последние там 50 тысяч лет Для освоения Довольно суровых регионов Европейских Мы не находили, конечно Никакую одежду Мы находим там Отдельные волокна А еще находим Разные скребла Например, такие Которыми очень удобно Снимать мездру Это значит Шкуру Снимать со шкуры Внутренний слой Соединительных тканей Которыми к шкуре Крепятся мышцы В общем, брюшины И так далее Вот это все Вот То есть предполагаем Что они делали Себе какие-то одеяния Скорее всего Ну это логично Ты живешь в холодном климате Даже когда шимпанзе Перевозят из Чехии в Германию Из зоопарка в зоопарк Зимой Их одевают в пальто Или в свитера Потому что тропические животные Голыми В Евразии Северная себя чувствуют плохо Вот Конечно Ну как бы Всем приходится одеваться Но вот Когда появилась корреляция Ваш вопрос Он же обоснован Есть корреляция между тем Чтобы прикрывать Одежды Какие-то специальные Участки тела Вот То есть Что-то стыдно показывать Получается Значит выходит Вот И это В каких-то культурах Это действительно так Но мне кажется Это вообще Самая поздняя связка Что одежда появилась Отдельно Для защиты тела Но опять же Есть какие-то Части тела Почему самая популярная Первая появляющаяся вещь Из одежды Предмет Это набедренная повязка Потому что Слизистые И уязвимые части тела А ты находишься в мире Полным колючек Кустов И ты там бегаешь По высокой траве То есть Ты пытаешься защитить Что-то ценное Просто Тебе не стыдно Но не хочется ничего Потерять на охоте Лишний раз Вот Как-то так Но в какой-то момент Появляется связка В какой-то момент Появляется Что одежда нужна Не только для защиты Или для защиты от холода А еще И нам надо Значит Что-то такое прикрывать Особенно женщинам Конечно Вот уж кому надо прикрывать Как просто Никому Это я пересказываю Культурный нарратив Это не вам Мне если что Ну Это выглядит Достаточно логично То есть Сначала ты Закрываешь Для того Чтобы тебя кустиком Не поцарапало Нежное место А потом Вырастает целое поколение Которые видят Что эти места прикрыты Достаточно часто Им становится интересно Ага Что же там у них Особенно у противоположного пола И тут начинается Уже вот этот Культурный снежный ком Получается так Получается так Про искусство Тогда хочу поговорить Если мы Посмотрим На первобытное Так сказать Искусство На наскальные рисунки Что мы можем Сказать Про этих людей Что у них в голове было На этот счет Есть огромное количество Спекуляций Но Я бы сказала Что все непонятно Вообще Вот это Палеоискусство Это самое Может не самое Одна из самых сложных тем В археологии Потому что у тебя Количество интерпретаций На порядке превосходит Количество находок Сделанных И ничего нельзя Уверенно доказать Потому что даже По современным людям Мы с трудом Что-то интерпретируем То есть Изучая творчество художника Часто искусствоведы Делают Какие-то неверные Выводы о том Какая у него была личность Что он хотел сказать И все такое Что он имел в виду А потом находятся Какие-то дневники Письма его С какими-то людьми В общем Какие-то находятся данные Которые нам что-то на это Проливают свет Но древние люди Они не оставили никаких Комментарий К этим рисункам И поэтому Ты вынужден смотреть На скульптуры И на рисунки Вот Как они есть Интерпретации Все дают Современными людьми Это все такая Зыбкая достаточно почва Я пока что не видела Ни одной школы археологии Интерпретирующей Древнее искусство Так что это выглядело бы Ну Прямо Правдоподобным Это все только модели Это модели Которые строят Образованные люди Хорошо подкованные в археологии Но эти модели Для меня Например Равновесны Потому что я не вижу Никто не опирается На большее число фактов Фактов все столько же Но вот Якоб Шер Из российских археологов Может немножко Для меня отличался Потому что он Пытался сопоставить Как раз Картинки древних людей С Лицунками детей И он как раз Говорил о том Что Ну как пытался Такие стадии искусства Формирования Рассмотреть Что вот он такое символьное И что людям важно было рисовать Вот он такое детальное Наоборот дробное И что людям важно было рисовать Вот Но это все равно Какой-то единой модели Не дает Скажем так Даже вот эти наработки Попытка Эволюционно рассматривать Эти картинки И плюс еще Пока что кажется Что у древнего искусства Не было Жесткой эволюции Потому что Мы в современном мире Привыкли Что он глобальный Все распространяется Очень быстро Если где-то кто-то Что-то изобрел Оно очень быстро Будет почти везде Но так Даже 500 лет назад Так не было Во-первых И открытия очень долго шли Тысячу километров К какому-нибудь изобретению Пройти было очень тяжело Не говоря о 10 тысячах 100 тысячах И так далее А в древнее время Людей вообще было мало На земле И там 30 тысяч лет назад Когда у нас появляются Разнообразные картинки В горных структурах В Альпах Во Франции Во Испании Вот эти все Залы с картинами Как бы Кто их делал И зачем Непонятно И эволюции у них Как будто нет Потому что люди Не жили на одном месте Они кочевали с места на место Потому что у них Не везде были возможности Заняться искусством Не везде есть такие Поверхности Которые сохранят То, что ты сделаешь Ну, собственно Во многих пещерах Ты можешь что-то нарисовать И бактерии его съедят Эту твою картинку И до наших дней Ничего не дойдет Или будет какой-нибудь оползень Ну, в общем Не всегда была возможность И нет какой-то единой последовательности Что ты можешь сказать Что это направление Древнего искусства Появилось вот здесь Вот в Кантабрии Вот оно значит Через 5 тысяч лет Мы находим его следы Вот здесь уже севернее А через 10 тысяч лет Наоборот в Восточной Европе А потом иммигрируют куда-то еще Такое ощущение Что люди, когда стали мыслить Сложным довольно-таки Абстрактным мышлением Последние 40 тысяч лет Это несомненно время Когда люди очень сложно Смотрят на мир В разных точках вспыхивают Какие-то попытки искусства Вот так это скорее выглядит И ты не можешь среди них Провести эволюционную Какую-то деревце Из них нарисовать Потому что они независимые Просто в разных точках Были вот Хотел сказать Великие художники Ну, в общем Может и не великие Но какие-то тем не менее Люди с творческим запалом Которые не могли не рисовать Вот Примерно в таком ключе И поэтому Как все это интерпретировать Непонятно Как бы Есть какой-то набор У нас произведений Искусства Вот мы на них смотрим И радуемся Примерно как с музеями Ну, то есть мы не можем сказать Это было порывом Излить свою душу В какой-то графической форме Или какой-то прикладной Инструкцией Для коллег Для того, чтобы Рассказать, как выглядит Там то или иное животное И куда его тыкать копьем Есть картинки Про которые хотя бы подозревают Что они были практически полезны Вот как раз Куда тыкать копьем Что были там Тренировочные лошади во Франции Которая У тебя лошадь нарисована В размер лошади на стене И в неё кидали копьями Судя по следам Ну, как тренировочная Такая модель Как бы там Либо для инициации Либо учить там подростков Ну, в общем Нормальная, в общем, история Вот Может, у них и чучела были Ну, не чучела Какие-то модельки физические Но этого мы уже найти не можем Вот Есть картинки У которых предполагают Что у них есть Практически прикладной смысл И этот смысл был магическим Что рисовали лошадь Уже застреленную из лука Её такую нарисовали Чтобы это сбылось Чтобы прошло какое-то время И правда Ты убил теперь лошадь из лука Потому что ты уже заклинание Как бы сделал на этот счёт А теперь просто надо Чтобы оно реализовалось только И всё Сейчас это называется Смарт-цели Прекрасно Я знала, что Такая стратегия Она не должна умереть совсем Вот Как-то так То есть у каких-то картинок Мы можем подозревать смыслы Ну, цели Практическое значение Практическое значение Вот А у какого-то количества картинок нет И, например, есть Вообще есть гравюры животных Которых, как кажется Люди никогда не видели И изображали Потому что уже так принято было Например, есть известная Тоже где-то там В центральной Франции Гравюра рыбы И там рядом нет никаких водоёмов И не было там 15 тысяч лет назад Когда её рисовали И такое ощущение Что когда-то люди Жили на берегу моря Для них там морская рыба Была там Значимым источником промысловой пищи Они там ей поклонялись От этой рыбы Зависит наша Ну, диета Наш рацион Вот А потом люди начали Перемещаться в центр континента Но идею рыбы Унесли с собой И вот уже давно Их потомки Уже не едят никакой рыбы И не видели её Может никогда вообще В своей жизни В своих там Этих 40-50 счастливых годах Выживания Но они помнят Что поклоняемся тому рыбе То есть Едим-то мы сейчас Лошадей-оленей Но поклоняемся тому рыбе Конечно Вот И это уже Ну Как Я не знаю Кстати, практически Обоснованно это или нет Это просто такая память Откуда мы пришли Точнее Мы даже географически Не помним откуда Но там, откуда мы пришли Наши предки ели вот этих рыб Вы уже сказали Про аграрную революцию У меня тоже был Про этот вопрос Вот Харари В своей книжке Сапиенс Пишет, что Аграрная революция Это Понятно Когда человек Вместо того, чтобы Собирать корешки И охотиться Вдруг научился Выращивать пшеницу И подобные культуры И кормить себя Обрабатывая землю Да Одну и ту же Так вот Харари Говорит, что У этого была Куча Негативных последствий Можете Рассказать Так ли это И в чем они заключаются Ну, Харари Не первый Кто в этом говорит В популярной литературе До него об этом Говорил Джарль Даймон В книге Ружья, микробы и сталь И это вообще Ну Известная вещь Ну Опять же Как бы я Упоминала об этом И это достаточно важная вещь Что Ничто не дается бесплатно Любая штука Стоит свою цену Моногамия Стоит свою цену Полегамия Стоит свою цену Огрозное хозяйство Стоит свою цену Речь стоит свою цену Это все не Не просто Улучшение жизни Ничто из этого Как бы самописение Я не является улучшением Просто каким-то Просто больше радости И больше комфорта То, к чему мы привыкли Потому что последние Ну, лет сто В нашем капиталистическом мире Как бы жизнь становится Все легче и легче Ну, по возможности По возможности Айфон 13 лучше, чем айфон 6 Наверное Честно говоря Не знаю Ну, в общем, я просто и сказать Что жизнь как будто Должна становиться легче И комфортнее Кстати, это тоже не так Может быть линейно устроено Но у нас хотя бы Есть это представление Потому что Средства массовой информации Говорят, что жизнь Должна быть устроена Ну, все легче И все комфортнее Для тебя Хотя проблем у нас все равно Очень много Просто они другие Чем были там Тысячу лет назад Но принципиально проблем Все еще довольно много У взрослого человека Вот Аграрная революция Это вещь, которая Очень дорого стоила Как раз потому, что Появился крен На территориальность Крен на собственность И крен На создание истории О народе То есть Если Ну Все эти вещи Они опять же Они как бы Имеют свою цену У них есть и свои плюсы И свои минусы И самое главное Что, например В ранней советской Археологической литературе Когда аграрная революция Анализируется Говорят, что вот Люди смогли выращивать Много Ну там Пшеницы Да, если мы говорим О том, что расползалось Ближнего Востока Или риса В Азии Или кукурузы В Центральной Америке Много злаков Каких-то себе выращивать Делать запасы Планировать свое будущее Наперед Смогли жить Большими коммунами Смогли оставлять Огромное количество детей Охотники-собиратели Никогда не показывают Взрывного роста численности И охотники-собиратели Довольно Стабильные По размеру группы Ну, как животные в природе Оленей в лесу Будет какое-то ограниченное количество Если их станет больше Они будут умирать Из-за болезней И голода Если меньше Они очень активно размножаться Есть какая-то Средняя комфортная Для следы численность У людей Когда люди-охотники-собиратели Тоже есть какая-то Численность Которая нормально выживает Вот в этом биотопе На этой территории Вот которую мы там Многолетних И эта численность Обычно поддерживается Аграрная революция Она позволяет выйти Из этой численности Мы теперь можем рожать Не по одному ребенку В 5 лет А можем каждый год Рожать по ребенку Ну, технически Как бы можем это все Содержать, пытаться Кстати, у нас куча детей погибнут Но так как я рожу 12 6 выживет Все равно огромный прирост Обезьяны никогда такого Не могут себе позволить Роскошно Вот И при этом Формируется огромный Как бы пул проблем Ну, то есть Хорошо, да Люди могут делать запасы Могут что-то планировать И могут активно размножаться Это, в общем, все правда Но из этого Из этих трех достижений Вытекают ряд проблем Потому что Ты не можешь использовать Одну и ту же землю Бесконечно Тебе нужно захватывать новую Твоя земля будет выдыхаться Время трения Ей нужно время на восстановление Земледелие Это не самая Естественная Деятельность для природы То, что ты делаешь Агрокультуру Одинаковую На каком-то участке земли Она эту землю тратит То есть Несколько лет ты можешь Ее держать в поле А потом тебе нужно другое И штука в том Что когда ты потратишь Все свои поля Ты пойдешь забирать поля У соседа Потому что Тебя сейчас нет Нужно куда-то двигаться Нужна экспансия И это Какой-то пласт проблем Для человечества В будущем, очевидно К нашему моменту В общем Никуда они особо не делись Дальше Кроме этого Ты У тебя рождается Ты можешь делать запасы В общем, да Но есть у тебя нюанс Так как ты делаешь Агросистемы У тебя одна и та же пшеница На огромном поле То если придет паразит Который погубит В твою пшеницу У тебя не только не будет запаса Тебе вообще будет трудно Себя подстраховать И поэтому Ваша большая популяция Ее численность рухнет вниз От недорода и голода Вот И в-третьих Куда девать всех этих людей Ну хорошо Допустим У вас все хорошо С выращиванием пшеницы И вы растите ее Все больше и больше И детей рожаете Все больше и больше Куда девать всех этих людей Ваши поля Они не поддержат Ну как бы Сто человек они поддержат Тысячу они поддержат Пять тысяч Они уже не поддержат Нужно куда-то их деть Этих людей дальше Вот И это всё вызывает некоторые проблемы. Ну и плюс люди, которые сделали ставку на земледелие и перестали как охотники-собиратели бродить по лесам и поедать всякую фигню, вот реально всякую фигню. Я не знаю, мне уже много лет, я в детстве в пионерском лагере гуляла по лесу, ела там малину, орехи, собирала грибы, такие вещи делала. Я не знаю, насколько сейчас у людей, которые младше меня, большой ли опыт от этого брожения по лесу и поиска всяких ништяков, которые, в принципе, можно съесть. Но, в общем, идея в том, что у охотников-собирателей питание было очень разнообразное. Да, они могли питаться и какой-то падалью, и какими-то подгнившими вещами, и полуядовитыми веществами и так далее. Окей, всякое могло случиться, но питание было разнообразным. А у нормального земледельца, у него основная ставка, большую часть его года посвящена этим вот полям, этим культурам, которые там растут. Как бы хорошо тем, кто освоил скотоводство рядом с земледелем. Но это немножко разные типы, вообще ландшафтов нужны, и немножко разные ставки обычно. Поэтому часто они не шли рука об руку. То есть там, где получилось земледелие скотоводства поженить, там ещё более-менее нормальный рацион. Потому что есть и белок, и жир, ну и углеводы, очевидно, с полей. Но у кого-то это просто углеводы с полей. Если посмотреть на современного среднего китайца или индийца, среднего, я имею в виду крестьянина, я имею в виду не городского жителя, то это страшная диета, которая приводит к жутким гормональным нарушениям. Когда у тебя живот разрастается от жира, а ножки и ручки остаются тоненькими достаточно. То есть это такая строгая углеводная диета. Тебе неоткуда брать жир, трудно делать стероидные гормоны, очень мало белка, неоткуда особо строить мышцы, ну и всё такое. Вот, пожалуйста, чистая углеводная диета. Для ранних земледельцев это тоже было, ну как бы, такой проблемой. Потому что даже если у тебя с урожаем всё нормально, и он не погиб, твоё питание, оно довольно скудное. Оно неразнообразное. У тебя мало витаминов, мало минералов. И, в общем, из КБЖУ ты тоже получаешь только К и У, а Б и Ж не особенно. Окей, но понятные, так сказать, минусы. Но в любом случае это немножко похоже, я извиняюсь, на нытьё. В том смысле, что это же неизбежно было, если мы хотели достичь того уровня развития культуры, цивилизации, которая у нас есть, это же неизбежный этап аграрной эволюции. Или нет? Или охотники-собиратели могли превратиться в... могли породить, не знаю, культуру возрождения, микропроцессоры? Я, честно говоря, не думаю, что когда земледельцы ранее, там, 10-8 тысяч лет назад вот этим всем занимались, что они имели в виду прийти когда-нибудь сюда, чтобы мы сидели в студии за микрофонами, обсуждали их проблемы. Я не уверена, что прямо это была цель, чтобы через 10 тысяч лет наши предки, потомки, оказались там вот в таких условиях. И вообще люди мало делают целесообразных вещей. Мы делаем вещи, которые мы можем себе позволить, которые для нас возможны. Чаще всего. Они разные. Какие-то лучше заканчиваются, какие-то хуже. Я согласна с тем, что охотники-собиратели никогда не построили бы высокотехнологическую цивилизацию. Это правда. То, что она у нас есть, это заслуга того, что земледельцы всё время не знали, куда девать людей. Часть удавалось уничтожить в войнах с помощью экспансии других земель, к счастью. А какую-то часть удавалось занять всякими бесполезными занятиями, типа какой-нибудь музыки или типа какой-нибудь математики. Так вот спасибо последним. Талантливым людям, которых не сожгли в горле, как бы бесконечных войн, а позволили им заниматься какой-то фигнёй, и как бы их при этом содержали какие-то более обеспеченные меценаты, что эти люди создали нам базис для создания и теории эволюции, и микропроцессоров, и, в общем, полука для всех этих вещей. Да, в общем, это здорово. Но при этом это никак не вытекает. Вот с точки зрения физической антропологии, на каком бы этапе развития мы не посмотрели на наших предков, вот хоть 500 лет назад, хоть 5000, хоть 50 тысяч, хоть 500, ниоткуда не вытекало наше будущее таким, как мы знаем его сейчас. Вот наше настоящее, оно ниоткуда не вытекает, в принципе. То, что всё так сложилось, это некая скорее удача, чем закономерность. Хотя есть куча философ-науки, которые ищут как раз закономерность, что мы должны были оказаться вот в этом информационном обществе. Но нет ощущения, что она есть. Могла быть планета, на которой разумные существа, это просто охотники-собиратели со скрытой овуляцией, и всё. И это уже разумные существа, они уже разговаривают, у них уже сложное мировоззрение, хотя они не построили городов, в общем, компьютеров и всего этого. А если пойти по популярным мифам, мифам или не мифам, правда ли, что труд сделал человека? Правда. Энгельс в этом смысле молодец и сделал верное наблюдение. Но только есть один нюанс, что труд был не первым важным фактором на этом пути, а первым важным фактором всё-таки было прямохождение. То есть сначала обезьяны... Но всё-таки орудия труда есть и у других видов, в том числе у обезьян же есть орудия труда. У них нет орудий труда как видового признака. Тут вообще суперважно, об этом, кстати, люди редко, мне кажется, задумываются, это очень важный момент. Что такое культура? Вот культура вообще глобально говоря, это что? Мне кажется, есть много ответов на этот вопрос. Мне кажется, самый верный из них, как биологу, мне так кажется, я не культурный антрополог, я напомню, я физический антрополог. И мне с этой колокольни кажется, что культура – это тот образ поведения, который не наследуется, ему можно только научиться. Это первое свойство. И второе свойство – он распространён у всего вида. То есть если у тебя есть один отдельный шимпанзе-гений, который делает губки из растений или каменный орудий, или что-то ещё, это не является культурой для вида, потому что все шимпанзе не учатся у него, не учатся у своих детей, и это не становится мемом в концепции Докинза, какой-то культурной единице, которая передаётся на многие поколения вперёд. То есть это не становится культурным сопровождением. Животные иногда имеют разные кусочки культуры, то есть они могут в некоторых популяциях, может быть, что-то распространено, какой-то культурный паттерн. Но они обычно не вырастают, не накапливаются. Нет массива культурных вещей, которые ты носишь. У человека огромные… Собственно, люди, они очень умные обезьяны, но сила наша не в уме в том, что у нас огромный запас культурных навыков и явлений, то, чему мы учимся с детства. Пользоваться обувью и шнурками, вилкой, разговаривать так, разговаривать и так, хвастаться, подлизываться, куча всяких вещей. Мы научаемся многим вещам. Нам не нужно их изобретать. Почти всё, что мы имеем, мы не изобретали. Мы просто наследуем уже огромному багажу этих знаний. Вы не найдёте группу животных, у которых культура – это вот такой багаж, когда ты, чтобы стать шимпанзе, должен научиться буквально 8 тысячам вещей. Как вести себя в этой ситуации, как вести в этой, что делать с этой штукой, как пользоваться молотком, как пользоваться отвёрткой, как теперь пользоваться ручкой. Кстати, когда пользуешься ручкой, там ещё и много нюансов. Ну, в общем, и понеслось. Вот этого не будет. То есть у животных всё-таки будут пропасти, между нами нет, но всё-таки у них культурные навыки, это вещи разовые, то есть у тебя несколько культурных, может быть, традиций, там максимум 3-5, скорее всего, 1-2, и они будут в популяции, они у всего вида. То есть это будет локально, у тебя синички в Лондоне научились расклёвывать бутылки, поедать сливки, которые стоят на пороге, на молоке, на пороге домов. Хорошо, они научились. В других городах научились? Нет. Только в одном была синичка-изобретатель, который придумал этот жестокий способ воровывать людей. Вот, молодцы, молодцы синички в Лондоне. Всё, но это не является свойством синиц, вот это культурное обучение своих потомков ограблением людей. Нет, это поведенческий аспект только одной группы. Мне кажется, это довольно важная вещь. А люди начали, когда делать орудия труда, каменные, они это делали, ну, мы не знаем, как это развивалось, когда это вставало на ноги, скорее всего, был момент, когда это не все люди делали. Но к 2,5 миллионам лет назад орудия уже производились настолько массово, интенсивно, как бы, хотел сказать, разнообразно. Они стали довольно однообразно, но настолько массово, что можно сказать, что это признак видовой. У тебя человек, когда рос, он должен был научиться делать какие-то орудия труда и пользоваться какими-то. Иначе он жить не мог. Он был бесполезный член общества. Он не мог нормально функционировать с теми продуктами, с которыми они работали. Поэтому труд, несомненно, двуногую обезьяну превратил в человека. Несомненно. Я вас перебил на прямохождение. Да, нет, но мне эта затравка, она была нужна мне только, чтобы сказать, что оно было первым. То есть труд сделан не просто из обезьяны, такой типа шимпанзе или типа гиббона, сразу сделал человека, а что обезьяны должны в первый раз стать более двуногими и потными. Это было очень важно в нашей эволюции. Когда это случилось, вот тогда можно было перейти к орудиям труда, создать культуру, и тогда уже человек настоящий. Он не только двуногий и потный, он ещё всё время руками фигачит. Вот тогда всё по правде. Потными? Потными. Это шутка тоже, ну, среди антропологов довольно популярная. Это про волосы? Вот я не про волосы. Волосы – это миф. Считается, что люди лысые обезьяны. Считается. Ну, обычно так говорят, все это обезьяны мохнатые, а мы-то лысые, вот сколько лысых мест на теле. Нет, считается, что люди – это тростник, просто ум. Вот. Но мы, конечно, не лысые. То есть все себя видели, у нас волосы столько же на теле, сколько у других обезьян. Волоски сами более короткие и тонкие, но их тоже примерно 5 миллионов волосков на теле. Вот как у гориллы или шимпанзе, ровно столько же. Ну, порядок точно такой же. Вот. Но у нас гораздо больше пота у желёз. То есть сказать, что человек – голая обезьяна или лысая обезьяна, это неправда. Мы волосатые обезьяны, у нас всё нормально с этим. Мы просто делаем вид, что мы там не настолько волосатые, как наши предки. Эпилируемся, всё, бреемся и всё такое. Но это сознательное решение. А в природе мы такие же волосатые. Зато мы гораздо лучше потеем и гораздо лучше у нас терморегуляция из-за этого, чем у других приматов. Они потеют довольно плохо. А мы прямо, ну, круто потеем, прямо можем бежать и футболку намочить спиной. И это нужно для чего? Чтобы можно было освоить саванну, как и двуногость. Две эти вещи, двуногость и возможность терморегуляции хорошей, позволили нам выйти в саванну, когда Африка полосела 5 миллионов лет назад, в миоценное похолодание, и начать заселять этот регион. И у нас бы, наверное, никогда не было культуры, никакой. Я сейчас даже каменно-орудие труда имею в виду, а не только микропроцессоры и возрождение. Никакой бы культуры нам не видать, если бы мы оставались либо в лесных регионах, либо если бы наши адаптации саванне не стала двуногость. Потому что мы были бы как павианы, вот как любимые объекты Сапольски. Мы были бы четвероногие, довольно агрессивные, живущие большими группами животные, которые многое знают о мире, многое умеют, настолько многое, что людям иногда приходится пытать павианов, чтобы получить нужную информацию о мире, честно говоря. Но без речи, без городов, книг и так далее, вот без этого всего. То, что мы двуногие вышли, нам это сильно толкнуло нас в сторону использования рук для производства средств культуры материальной. А материальную культуру привлекла за собой социальную, интеллектуальную. Ну и вот мы здесь, да. Ну логично. Как руки освободились для чего-то бесполезного, так и потом люди освободились для чего-то бесполезного, чтобы придумать математику, как мы уже обсуждали. Я можно только... Страшно боюсь, что какие-нибудь математики обидятся. Это, если что, шутка, а математика очень полезная, благодаря ей всё. Но просто да. На ранних этапах так могло не казаться. Есть маленькая группа вопросов про отбытность антрополога. Ну вот, находит антрополог череп какого-нибудь промежуточного звена. Не знаю, череп какого-то существа, похожего на человека или урота человека. На что он первым делом смотрит, что ему кажется очень интересным? Обычно антропологи ходят за археологами паразитически. Ну, очень мало стран, которые дают гранты прям антропологам под их исследования. Обычно антрополог – это прикреплённое к археологической экспедиции лицо, которое надеется, что мы найдём мертвяков. Очень часто не находят. То, что ищут археологи, сохраняется гораздо лучше. Это не органика. Но орудия труда, горшки, здания – это не органика, и остатки сохраняются лучше, чем кости. Кости вообще обычно сгнивают тоже. Не только мягкие ткани, но и костная ткань гниёт. Поэтому антрополог, он всегда живёт такой надеждой, что в этой экспедиции у нас будут мёртвые люди. Вот, это было бы здорово. Если такое случается, то первое, что интересует, это контекст. Ну, в смысле, в каком слое мы работаем, какой возраст этой находки, когда жили эти люди. Дальше обычно смотрит на две вещи – зубы и мозги. Две самые ключевые. Потому что если зубы огромные, а мозги маленькие, есть высокая вероятность, что это очень древнее что-то. Было бы круто. Но это не всегда так. Вот известная находка Ли Бергера, которая «Хомена леди» в 2013-м, но в 2015-м всё вышло. Как бы нашли людей с огромными челюстями, маленькими мозгами, при этом суперчеловеческих и маленьких габаритно. В общем, в Южной Африке. Всё это очень интересно. Думали, что нашли какой-то древний вариант, и что, может, это наши предки. Оказалось, нет, что им там 300 тысяч лет, 200-300, и что это просто изолят, который пережил. Всё то время, что наши предки эволюционировали в Африке, Азии и немножко в Европе, вот в этих регионах, в Южной Африке, они просто не эволюционировали. Они сохраняли примитивные признаки очень долго. Нашли такой регион, в котором среда не заставляет эволюционировать. И особо этого и не делали. Тоже интересный кейс, но он расстраивает, потому что когда ты находишь такие кости, ты надеешься, что сейчас ты нашёл, что-то 3 миллиона лет ты сейчас нашёл, что-то очень древнее. Сейчас ты положишь кирпичик в огромную стенку антропологической концепции, а ты нашёл просто изолят смешной. А, то есть хочется найти постарее, да? Чем старее, тем круче. Хочется найти тех, кого не хватает. Хочется, чтобы вот за каждые, ну, хотела сказать, 10 тысяч лет, хотя бы за каждые 100 тысяч лет, вот на протяжении последних 7 миллионов, что люди эволюционируют, да? Сперва обезьяны до 4,5 миллионов лет, потом астралопитеки до 2,5, и потом уже люди как в чистом виде. Вот чтобы за эти 7 миллионов лет за каждые 100 тысяч была находка, а лучше 10. Вот. Это было бы здорово, потому что тогда у тебя было бы очень плотное покрытие этой истории. А так это не суперздорово, когда у тебя, ну, находок возрастом 1 миллион, их, например, типа 100 в таком духе. И от них, ну, они ещё с погрешностью понятны, и у тебя между ними ещё такие дырки. И, в принципе, как бы если ты раскладываешь эти черепа в порядке, ну, от более древних, более современных, понятно, что с ними происходило, и при более детальном изучении тех же зубов, ну, генов, если повезёт, там, как получится, можно сказать, как это происходило, почему они изменились, какими они стали, кто из них наши предки, а кто нет. Но хочется более плотное покрытие. Поэтому дело не в том, чтобы найти что-то супердревнее, а дело в том, чтобы найти кого-то, кто закрывает дырку. Например, выход из Африки на Ближний Восток, вот между Аэргастером и Дманистцем. Вот найти эту паузу очень хочется, но эта находка, если она существует, она лежит на Аравийском полуострове. И там государства, которые абсолютно не хотят, чтобы кто-то у них искал находки, связанные с эволюцией человека. Ни по какому гранту ты не поедешь в исламскую страну копать предков людей. Ну, типа, тебе не надо там работать, это концептуально невозможно. Вот так. А хотелось бы, хотелось бы найти. А бывают ли у антропологов эксперименты? Ну, в общем, да. Ну, в смысле, большая часть экспериментальных данных, которые в антропологии получаются, это данные, которые получаются методами физики, химии, геологии, то есть других наук, чьи методы, там, радиоузотопный анализ, любой, по большому счёту, масса спектрометрии, вот это всё. Это чтобы датировку определить. Да, вот это всё, придумали другие науки, это всё, что позволяет антропологии проверять гипотезы, то есть что позволяет нам с уверенностью называть какие-то цифры о том, что, когда мы нашли, какого возраста и так далее. Как бы есть экспериментальная антропология, ну, есть экспериментальная археология, скажем так, когда ты можешь установить какие-то методы создания орудий, жилищ или чего-то ещё. Экспериментальная антропология, она, наверное, заключается только в сравнении, в том, что ты можешь сравнивать людей разных культур, городских, крестьянских, охотников-собирателей, разные крестьянских с прогрессивным земледелием, с примитивным, как в Северной Африке, например, вот это всё. Ты можешь сравнивать их физические свойства, ты можешь сравнивать их гены, можешь сравнивать их правила поведения, правила жизни, и всё это можешь, добавок, сравнивать с обезьянами, потому что, к счастью, многие обезьяны на Земле внесены в красный лист, красной книги больше нет, да, наверное, это уже известно, в красный лист, но в красный список. Но многие нормально себя чувствуют, поэтому есть с кем сравнить. И вот из этих сравнений приходится делать какие-то выводы. Ну, поэтому они иногда оказываются не сразу... Ну, поэтому на так много вопросов сегодня я отвечаю так многословно и пытаюсь учертить как-то ситуацию, потому что консенсуса нет. Я не могу просто сказать, ну да, у человека пять пальцев, и всё, и мы такие, а ну всё, расходимся, всё, теперь понятно, наконец-то. Вот. Есть куча вопросов, на которые так чётко ответить не получается, но мы стремимся к этому. Хотя мне кажется, что мы стремимся асимпатически, но вот путём сравнения постепенно приближаемся к какой-то истине о нас. Иногда её получаем. В случае с грудью это, если что, биологическая истина. На всякий случай. В случае с культурой всё сложнее. А вот то, что исследуют современные общества охотников-собирателей, они насколько сильно отличаются от тех, которые были давно? Или они уже давно прогнили от телевизора и Макдональдса тоже? Ой, нет, нет, нет. Многие охотники-собиратели остались во всех тех регионах, которые не нужны современным государствам. То есть это регионы, где невозможно заниматься ни земледелием, там невозможно наладить туризм, там просто отвратительно, там невозможно выживать, считает цивилизованное государственное лицо. Поэтому там живут охотники-собиратели. Они туда забились в какой-нибудь в дебре южноамериканских джунглей, например, или, например, как разные ивенки, саамы, чукчи, эскимосы в приполярную тайгу, в приполярную тундру, прошу прощения. То есть это регионы, которые в среднем нафиг никого не нужны. Ну и то, иногда оказывается, что они оказываются нужны. Вот, например, приполяре оказалось там очень богато... Ну это было известно в советское время, сейчас просто некий ренессанс. Очень богато углеводородами. И ты на арктическом шельфе можешь искать нефть. Поэтому сейчас-то будет снова востребовано достаточно регионы, и, скорее всего, жизнь чукчи и других разных оленеводов начнут торгаться современные индустриальные разные аспекты. Но в целом в тех местах, где жить невозможно, например, в Зомии, это территорию Гоосточной Азии, на стыке Лаоса, Камбоджи, чего-то ещё, это супер-высокогорные джунгли. То есть джунгли сами по себе непролазные, там и так жить никто особо не хочет. А эти ещё и горные, то есть у тебя ещё и 3D-ландшафт, и вообще ничего непонятно, и всё супер затуманено, очень мокро, ничего нету. Почти ничего вкусного не растёт. И люди, которые там живут, племена, которые там остались в этих регионах, они как раз не хотят общаться с государством. Им не нравится всё, что с этим связано. И там такие партизанские, анархические, не знаю, группки. Кстати, они ранние земледельцы, они не совсем охотники-собиратели, они на крошечных делянках в горах выращивают там всякие батат, ну и всякие другие картофелеподобные штуковины. Живут очень впроголодь, но зато живут вне государства. Очень собой в этом смысле гордятся. По ним пишут большие исследовательские труды, потому что анархию почти не на чем исследовать, она считается, в общем, не жизнеспособной. Ну вот если ты живёшь совсем в аду, то, в принципе, анархия иногда может оказываться, сколько ты жизнеспособной. Вот, как-то так. И эти охотники-собиратели, они все очень далеко ушли от того, как жили их предки. То есть мы не можем их прямо взять и спролицировать, сказать, что эти люди живут как наши предки в каменном веке. Потому что наши предки в каменном веке старались выбрать себе местечко покомфортнее, чтобы жить, когда и море у тебя рядом, и есть какие-то плодовые, ягодные породы деревьев и кустов рядом. То есть они выбирали. Древние люди, люди каменного века, до последних 40-50 тысяч лет, скорее даже до 10 тысяч лет, они выбирали, где бы покомфортнее жить. Либо если ставка на охоту, где побольше бегает травоядных крупных, стадами желательно, либо если ставка больше на собирательство, где есть чего пособирать, чтобы далеко не ходить и наедаться. А современные охотники-собиратели, они все в ситуации, когда доедаем самый плохой кусок пирога, последний. Как бы больше ничего нам не осталось. И у них, конечно, культура, она отличается от той, которая была в каменном веке. Но хотя бы до какой-то степени они всё-таки приближают к пониманию мышления этих людей, ну то есть их ценностей, вот то, что мы не можем судить по картинам на стенах Шаве и Леско, мы пытаемся судить об этом, общаясь с людьми, которые всё ещё делают картинки простыми способами в сложных условиях. Пытаемся через них понять. Это, конечно, условное знание, но лучшего у нас нет. Это лучший эксперимент из возможных, хотя он довольно плохой. И чем отличаются их ценности в ключевых моментах? Вот мы уже говорили про то, что у них есть распространенные популярные трикстеры, которые всех обхитрят. Ну да, несомненно. Ну, кстати, это и... Это трудно осознать, но вообще-то в народной культуре это часто так. Потому что если сравнивать... Читала просто очень интересное исследование про Крылова, где очень интересно сравнивали пословицы. Что фактически у русского народа есть пословицы на любой счёт. И о том, что воровать плохо, но если тебя не поймали, то нормально. И о том, что хвастаться плохо, и о том, что нужно хвастаться, иначе ты скромно, тебя никто не заметит. И о том, что любую максимуму, любое действие человека, есть поговорки, которые хвалят оба её проявления. И что так плохо делать, и что так хорошо делать. Выбирай любую. Вопрос, как ты хочешь оправдать свои действия. В этом смысле охотники-собиратели мыслят примерно так же. Всё, что оправдывает твои действия, это всё хорошо, если получилось. А ценностно... Выбирай то, что выгодно. Ну, конечно, да, конечно. Ценностно... Ну, как раз считается, что Крылов произвёл некую редукцию вот этого пласта русских народных поговорок. И в своих баснях воспел только те, которые, ну, как бы хорошее хвалят, а не плохое. И таким образом немножко морализировал русский народ, что, как бы, басни, они легко запоминаются, они весёлые, они про животных, ну, в общем, всё здорово в них. И поэтому люди их хорошо довольно-таки знали и друг другу пересказывали. И стали делать вид, что это мы всегда были такие вот просто порядочные и дружественные, коллективные, короче, у нас столько достоинств. Хотя это всё наследие как бы одного человека популярного, вроде как. Как интересно. Вот. Ценностно охотники-собиратели отличаются, потому что у них гораздо меньше мир, чем у нас, и гораздо больше роль каждого отдельного человека. Каждый чувствует себя героем. Нам немножко это сложнее понимать. Ну, в смысле, когда ты живёшь в мире, где у тебя куча звёзд, на которых ты подписан, трудно чувствовать себя героем. Вроде как ты, ну, какой-то маленький. Вот. Дальше у них, ну, да, много магического мышления. Ну, в принципе, как вы правильно заметили, не то чтобы у современных людей совсем нет магического мышления, вопрос только, где оно прорывается, в каких моментах и каким образом. Кстати, я бы сказала, что в нём ничего плохого нет. Есть вот куча разных проектов, подкастов, которые говорят, что критическое мышление-то здорово, магическое мышление-то отстой. Мне кажется, есть какие-то сферы жизни, которые нормально заткнуть магическим мышлением, какими-то там ритуальными штуками, и зато понизить свою тревожность. То есть это действие настолько... Ну, в общем, иногда это того стоит. Чисто психологический эффект может быть и хороший, если магическое мышление правильно использовать. К тому же я не уверена, что от него можно... Ну, если это не связано с мошенничеством каким-то, я бы сказал, как минимум. Ну, то есть есть же там какие-нибудь экстрасенсы, которые просто разводят людей, у которых, не знаю, там, родственники погибли, или там что-нибудь ещё ориничают родственников, и люди собирают последние деньги и несут. Ну, то есть есть вопросики к этой институции, так сказать. Ну, не знаю, у меня тоже есть вопрос к этой институции, а с другой стороны, мне кажется, что если человек суперстрадал из-за смерти какого-то близкого, а потом через экстрасенса как будто бы с ним поговорил и успокоился, и его сердце пришло в порядок, всё, он теперь живёт дальше своей жизнью, освободился, там, он извинился, что-то сделал. Мне кажется, стоило заплатить за этот мифический ритуал. То есть там ничего не случилось, понятно, не было никакой души, экстрасенс ни с кем не общался, и всё такое, это всё постановка. Не, понятно, если человек ради этого квартиру не продал, то вопросов нет, пусть как бы у всех своих психотерапевтов. Да-да, я пытаюсь это же сказать, наверное, да. Как-то так. И для охотников-собирателей, конечно, довольно, ну, не характерно расслоение общества. Это обычно более равноправные группы, и, ну, то есть им не очень понятно, как можно не относиться к женщине как к человеку, как, например, у многих раннеземледельческих сообществ, когда женщина – это просто вариант товара, которым мужчины обмениваются между собой, ну, чтобы там правильно землю поделить, значит, новым образом, и скот. Вот, и для них не супер была бы понятна какая-то вот жёсткая линейка власти, когда есть прямо богатые и бедные. Нормальные охотники-собиратели, они все довольно бедные, но все практически одинаково. То есть там редко встретишь кого-то, кто сильно кулака в этой деревне, скажем так. Мало кто может что-то накопить. Поэтому люди оказываются в очень равноправных условиях. При этом каждый себя чувствует героем какого-то мифа, который разворачивается с его жизнью. При этом у них уже есть какое-то количество правил, которые ограничивают их жизнь. Ну, в общем, всё не очень просто. Но при этом, если правила нарушаются, то, например, супер редко встретишь у них смертную казнь или даже изгнание. Потому что изгнание из племени – это тоже вариант смертной казни, на самом деле. Ну, как бы один человек долго не проживёт, скорее всего. Обычно какие-то наказания, скажем так, калечащие, но оставляющие человека в группе и живущим дальше. То есть без ужаса. Обычно все самые ужасные ритуалы… Иногда, кстати, в фильмах бывают, которые очень задевают чувства антропологов, когда охотникам-собирателям приписывают разные вырывания сердец, какие-то там ритуальные страшные штуки. Страшные ритуальные штуки обычно появляются вместе с культурой земледельцев. Когда у людей есть поля и города, а также есть жрецы, потому что ты можешь содержать не только учёных и музыкантов. Ты ещё можешь содержать армию, например, полезная вещь, а ещё можешь содержать жрецов. Не знаю, насколько полезная вещь, но почему-то довольно долго людям нравилась. Да, в общем, и сейчас не то, чтобы всем перестало нравиться это. Вот, как-то так. И как бы тебе, в общем, жрецы, они, чтобы поддерживать свой авторитет, могут делать суперужасные вещи, потому что любое эмоциональное представление, сильное, оно тебя укрепляет на твоём месте. Поэтому если ты, например, ацтекский жрец, то имеет смысл вырезать сердца у молодых девушек раз в месяц, чтобы якобы солнце продолжало вставать, а иначе оно якобы перестанет. Угроза такая страшная, что тебе готовы отдавать девушек сердца и всё такое, потому что если солнце реально не зайдёт, это будет просто жесть. Поэтому давайте в избежание неприятных эксцессов сразу уж всех перережем. На всякий случай. Да. Но просто потому, что это не практика охотников-собирателей. Вот эти разные ужасные штуки обычно, они как раз уже на следующем уровне материальной состоятельности, которую ругал Харари, ругал Даймонд, и которые, правда, есть некие вопросики. Круто. Это очень интересно. Друзья, напишите в комментариях, если хотите, отдельный выпуск про жизнь современных охотников-собирателей, племён, которые не соприкасаются с цивилизацией, мне кажется, это дико любопытно. Но сейчас уж точно не поместится. Ну и напоследок про смерть. Я у вас видел тоже в одном выступлении такой тезис, парадоксальный. Смерть – необязательное приложение к жизни. Можете расшифровать, что это значит? Могу. Но только нужно понимать, что это лекция по общей биологии, то есть она не по антропологии в жёстком смысле, и это важный нюанс, потому что человек – это очень-очень-очень маленький объект на биологическом теле планеты, потому что растений там 450 гигатон углерода, их больше всего на Земле, бактерий там 70 гигатон углерода, тоже много, а людей типа 0,007 гигатон углерода. То есть нас по биомассе, ну мы не самый значительный субъект, скажем так, хотя мы, конечно, сильно вмешиваемся в жизнь планеты и всё такое, но как биологический объект мы не так уж и велики. И действительно, не всем нужно умирать. Я имею в виду естественную смерть. Эта лекция посвящена естественному умиранию, тому что ты в своей кровати уже совсем старенький умер с улыбкой на лице. Не от рака, не от какой-то болезни. А вот ты был такой нормальный бодрый старичок, и вот умер, и прямо тебе завидуют. Говорят, вот он умер естественной смертью, он не мог больше жить, а он умер уже не по внешней причине, не потому что его убила болезнь, или съели хищники, что в природе два самых популярных варианта, как умирают обычные организмы, почти никто не умирает сам. Люди могут технически дожить до момента, когда ты умираешь самостоятельно. А многие, они вообще в принципе не умирают самостоятельно, если только что-то не убивает. Как, например, офигенное количество растений, в частности крупные деревья. Они обычно умирают, когда их всё-таки какой-то паразит дотачивает до такого состояния, что у них функционирование флаемы и ксилемы нарушается, их проводящих тканей. Вот у тебя дерево может умереть. Но это оно не само умерло. Оно само не умерло бы никогда. И оно, кстати, и так на 80% мёртвое, на всякий случай. Но то, что в нём живое, оно было бы живо всегда. Ну или там... Ну растения вообще в этом смысле много приколов, потому что семена не умирают очень долго. У тебя 4000 лет семечка финика может лежать в амфоре, а потом учёные достанут её и вырастят пальму, которую называют мафусаил. И будут пытаться прорастить ещё одну семечку, чтобы вырастить анну, потому что финики раздельно полые. И чтобы получить финики плоды, нужно два растения хотя бы. Один не может наделать семян. Как-то так. То есть у тебя семена были мёртвые очень долго. А можно купить 4000-летние финики в интернете? Скоро можно будет. Вот анну уже, по-моему, прорастили 2 года назад. Ещё лет 10 она созреет, и когда она станет зрелой, всё, будут финики у нас, как у фараона. Вау, вау. Вот монетизация науки, пожалуйста. Да. Вот. Ну, то есть не всем обязательно умирать. Бактерии обычно... Ну, они не умирают сами. Они сами либо существуют статично, обычно это редко бывает, либо делятся, если хватает пищевого ресурса, либо их кто-то убивает, их кто-то ест, их там травят кислотой, антибиотиками, прижигают ультрафиолетом. В общем, бактерии умирают по разным причинам, но это убийство. Это не твоя собственная смерть. Это как эльф. Ты бы сам жил 8 миллиардов лет, или как эльф, она бы жила очень долго. Ну, её убивают иногда, едят и всё такое. До места сам травят. В общем, все как-то нападают со всех сторон. Есть такие организмы... Ну, вот, наверное, у животных таких труднее всего найти. Животные самые, в этом смысле, конечные существа, хотя тоже не все. Примитивные животные, например, медузы. У них есть две стадии. Медуза, которая плавает в воде, это половая стадия, и полип. Это бесполая стадия, он сидит обычно на одном месте, и от него отверха отчленяются медузки, которые плывут, будут там где-то размножаться. Полип бессмертен. Медузы живут очень мало, но это всё равно. Ну, как не то, что совсем бессмертен. Обычно их кто-то съедает или убивает, но сам по себе, сами по себе они существуют по 100-200 лет, по очень долго, и на них нет признаков старения. Могли бы ещё жить, если бы никто не напал. Вот. То есть, вот почему смерть не совсем обязательное приложение к жизни, но обычно всё-таки биосфера обновляется, и все как-то умирают рано или поздно. Круто. Это достаточно такой неожиданный момент. Но на человека перенести это не получится. Так просто, да? Ой, у меня на стольких лекциях этот вопрос возникает. И ходят среди... Ну, так как есть большое количество разных биохакеров и людей, которые интересуются темами старения, преодоления старения, и они интересуются наукой, они много знают о медицине, о биологии, заодно ходят на всякие лекции и всё такое. Каждый раз... Ну, не то, что прям ругаюсь, но у нас, конечно, не совпадение, потому что я пессимист, и я уверена, что мы можем человеческое существование растянуть на подольше и сделать его поздоровее. То есть, есть как бы этот лимит, который нам выдан, его можно так вот растянуть, набить всякими там, типа, клетками Яманаки, в общем, есть много разных штук, которые там можно носовать, и человека продлить во времени и пространстве. В это я верю. Но в то, чтобы прям биологический человек жил там хотя бы 200 лет или 250, в это я не поверю никогда. Это невозможно сделать биологическими средствами. С другой стороны, можно просто записать, как только мы поймём, как устроено сознание, можно написать его на носитель, и у тебя будет чат-бот в виде этого человека. Экстрасенсы больше не понадобятся. У тебя есть какая-то личность, она запакована, ты можешь с ней чатиться, разговаривать. Это будет всё та же личность, ничего нового она уже не узнает. В общем, класс, законсервированный дедушка, так сказать. Ну и на этом криповом моменте мы закончим, я думаю. Спасибо. Мне было безумно интересно. Надо чаще альтерполов приглашать. Они знают всё про всё, оказывается. Это Елена Сударикова. Подписывайтесь, жмите колокольчик, лайк, если вам выпуск понравился, так же, как и мне.